. . . Юрий Дудь выбирается в Америке. . . . Как что делать? Там было всё в Путине. Он хороший! Это суперинтересный вопрос. Потенциал есть. Если бы у тебя была возможность показать любое твое видео на Первом канале, какое бы ты показал? Блин, а можно два? «Спорт на краю света. Сравнение России и Норвегии» про то, как живут люди в Никеле и Киркенессе, я бы хотел, чтобы как можно больше людей это видело. Как думаете, в каком году здесь будет инфраструктура такая же, как в Норвегии в 2022 году? Никогда, потому что комбинат заканчивает свою деятельность, насколько я понимаю, своей слабой головой. Плавцех уже закрыт, рудник планирует пять лет. Некоторые говорят, и того раньше, меньше. Я бы показал наследие наших чемпионов, про стадионы, названные именем наших лучших спортсменов. Да, вот такой огромный спортивный зал у нас в нашем посёлке. К сожалению, он приходит уже в негодность. Чуть-чуть совсем. Тем не менее, они хотят его восстанавливать. Мы сколько ни просили, ни пытались, ни разговаривали, но нет. Вы на это тоже не жалуетесь. Мы пользуемся им. Нам хорошо, мы занимаемся. Нас, как говорится, не трогали бы. Вообще было бы здорово. Витя, десять лет назад ты работал монтажником. Четыре года назад ты работал клерком в Газпроме. А сейчас ты один из главных спортивных блогеров в России. Ты ездишь в места, в которые редко кто едет. Ты общаешься с людьми, с которыми редко кто общается. Ну и в целом ты снимаешь видео, которые значительно отличаются от всего остального спортивного контента, который в российском интернете есть. С тобой хочется поговорить про как минимум две вещи. Во-первых, про спорт. И наш, и не наш. Про все его страдания, которые он причиняет. И про все то удовольствие, которое он приносит людям. А во-вторых, поговорить про то, как человек может взять и резко изменить свою жизнь. Сразу же звук Америки. Мы полчаса здесь стояли, ждали, чтобы начать сниматься. И все эти полчаса над нами висит вертолет. Не из-за нас. Наверняка из-за праздника, который разворачивается в городе. Но, в общем, мы решили не дожидаться и начали под вот этот саундтрек. Мы в Детройте. Давай объясним, почему мы здесь. Детройт – это один из городов Америки, который имеет команды профессиональные по всем четырем основным видам спорта здесь. Это баскетбол, хоккей, бейсбол и американский футбол. Детройт, собственно говоря, это один из самых спортивных городов Америки, получается. И мне лично он интересен этим. А тебе он интересен тем, что… Да ладно, тебе, мне кажется, это тоже интересно. Ну, мне интересно, да. Мне этот город интересен, потому что у него очень ухабистая репутация. Очень опасного, очень депрессивного. 10 лет назад пережившего банкротство. И когда кто-то хочет показать нефасадную Америку, в Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, хотя там тоже, конечно, за фасадами скрывается всякое, они говорят про Детройт. Город, который в середине прошлого века был одним из богатейших городов мира. Потом жёсткий кризис, падение, падение, падение. В общем, мы приехали посмотреть, как здесь сейчас. Действительно ли всё плохо? Или происходит некий, как нам уже здесь говорят, ренессанс? План следующий. Мы приехали сюда специально, когда в течение недели здесь происходит три очень крутых события. Матч NBA. Пистол сыграет с Денвером. Чемпионом NBA, кстати. На секундочку. Да. Detroit Red Wings. Важная команда твоего детства? Или ты не застал их величия? Нет, я не застал, но для России очень важно. И в субботу, и тут вся инициатива на Вите. Он как бы тащит нас на это. Куда мы идём? Мы идём на обычный матч студенческой команды по американскому футболу. Я очень хочу показать тебе и вообще людям, как это выглядит. Потому что это что-то невероятное, мне кажется. Это одно из лучших, что есть вообще в спортивном мире на этой планете. Заявочка серьёзная. Честно, она к такому обязывает, что как бы не облажаться. Да, я не боюсь. Ты не боишься? Погнали. Погнали. Или как актуально говорить в городе, где мы находимся. Мотор! Выпуск, который вы сейчас смотрите, мы записывали в Соединённых Штатах Америки. А интеграцию снимаем в Нидерландах. Но будет она тоже про Америку. Мы в Роттердаме. Городе, который был почти полностью перестроен после Второй мировой войны. И который называют Нидерландским Бруклином. Помимо чисто архитектурного сходства, у Роттердама и Нью-Йорка есть ещё и долгая историческая связь. Вот тут за углом находится здание, которое сейчас функционирует как отель. А раньше там располагался офис компании Holland America Lines. В конце 19-го, начале 20-го века её корабли обеспечивали огромный поток грузовых и пассажирских перевозок между Роттердамом и портом Нью-Джерси. Отель, кстати, стилизован под те времена. И если туда заселиться, можно представить себя путешественником того времени. В одной из прошлых интеграций мы уже рассказывали про маркетплейс U.S.Mall, который помогает поддерживать связь с рынком американских товаров в текущей реальности. Сегодня напомним снова, как U.S.Mall работает и почему покупать привычные американские бренды через U.S.Mall максимально выгодно. U.S.Mall выкупает брендовую одежду в фирменных магазинах Америки. Tommy Hilfiger, Levi's, Michael Kors, New Balance и многие другие. В U.S.Mall американские масс-маркет бренды не включают в категорию премиальных, как это сейчас часто делают в российских магазинах. Поэтому цены здесь на 30-40% ниже. А кроме одежды на маркетплейсе можно найти горнолыжную экипировку, товары для спорта, дома и продукты для здоровья с американского iHerb. Недавно на U.S.Mall появилась новая категория — красота. Здесь собраны популярные средства для ухода за телом и бренды косметики — The Ordinary, Kills, Dior и многие другие. U.S.Mall гарантирует оригинальность всех выкупаемых товаров и полное соблюдение таможенного законодательства. А еще берет на себя ответственность, если в магазине или при доставке что-то напутают с заказом или товар приедет с браком. В таком случае U.S.Mall полностью компенсирует вашу покупку. Единственный случай, когда возврат невозможен — если вам пришел товар, который соответствует вашему заказу, но не подошел вам, например, по размеру. Поэтому при выборе обязательно изучите размерные сетки или обратитесь в чат поддержки. Там оперативно помогут. Процесс покупки максимально простой — собираете корзину и оплачиваете ее любой российской картой. U.S.Mall выкупает для вас товары и доставляет в Россию в течение двух-трех недель. Еще про удобство. У U.S.Mall вышло приложение на iOS и Android, поэтому теперь оформлять заказ с телефона стало еще легче. Скачать приложение можно по этому QR-коду или по ссылке в описании. И приятный бонус — по промокоду вдуть20 будет дополнительная скидка 20% на все категории товара. Скидка, действительно, до 5 марта включительно. Переходим по ссылке в описании и заказываем одежду, косметику и товары для здоровья из Америки через U.S.Mall. Вперед! — Как официально звучало название твоей работы, когда ты жил в Томске? — С самой первой работы? — Да. — Я устроился в 20 или в 27 год в «Газпром Трансгаз Томск» и должность звучала «Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда». Это низшая каста в газовой отрасли. Есть линейные трубопроводчики и с ними все время вот эти монтажники. По сути, это чернорабочие по 90% времени, которые выполняют еще оставшиеся 10%. Они выезжают на ремонт, на аварии, меняют части труб, варят трубы. Основная работа — это убирать снег, чистить снег с кранов и задвижек, с этой всей, в общем, структуры газовой. С самих труб, которые лежат на складе. Чистить листья, убирать листья, убирать борщевик, облагораживать всю территорию и красить. Очень много красили. Вот я очень много красил. Мы поехали втроем в командировку в Томскую область. Я, еще один такой же линейный трубопроводчик и водитель Урала. И мы должны были жить в Урале в этом. Водитель у себя в кабине, а мы вдвоем в отсеке. Типа два места оборудованы. Там весь инвентарь, вся краска. И мы выезжали красить на три дня просто. Твоя задача — красить вот этот… — Просто к куску трубы подвозят и выкрасит? — Нет, подвозят к газораспределительным станциям или кранам, которые, допустим, когда трубу газовую чинят, задвижку перекрывают, закрывают трубу, чтобы газ не шел. И вот такие краны, они стоят… Я уже не помню, через сколько это километров они должны стоять. И их нужно… Знаешь, наверное, это с армией похоже, когда люди просто какую-то работу там перекладывают, снег квадратный с одного места на другое. — Или траву красят? — Типа траву красят, да. Просто большой штат, людям нечем заняться, и все время вот нужно эти… Да, мы жили в Урале, закончился первый рабочий день. Мне было 20 лет. Это, наверное, я там месяца четыре или три работал. Мужики пошли рыбачить. Собственно, ну а что, все, закончилась работа. Мы там разбили какой-то лагерь. Ну, как-то просто запарковались на озере. Я помню, что было там 30-32 градуса жары. Их не было час. Они приходят, просто я смотрю, я уже вижу издалека, что они просто в говне в полнейшем. Просто они вообще никакущие возвращаются. И говорят, сейчас поедем, заводка еще, типа, сейчас надо еще взять, поедем в магаз. А в магаз ехать ну просто по тайге, по лесу там, пиздец полнейший. У меня как бы правил голоса в этой компании не было, как понимаешь. Я говорю, ну ладно, поехали. Водила вообще, ну в хламину просто. Начинает, значит, начинаем ехать. Все, благополучно доехали. Взяли еще пару бутылок. Возвращаемся на рыбалку. И мы едем. И начинается вот этот закус, знаешь, чисто пацанский. Типа, да че ты там, че ты там медленно так давай, 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 давай. Водилу это начинает… Заводить. Да, заводить жестко. И он давай. И он начинает там просто форсаж исполнять, че-то там направо, налево. Второй ему опять говорит, да ты медленно едешь, че-то вообще водить не умеешь. И открывает дверь на ходу, встает на ступеньку, которая к Уралу. И вот так вот держится, и вот так, а там ухабы, пиздец. И он вот так вот, короче, он вот так держится, держится. И водила тут ей раз поворот, два поворот. Поворачивает налево, и вместе с тачкой улетает, то есть с сиденья, и заваливается на пол, а руль не отпускает, видимо, знаешь, ну… Он остается в кабине. Не, он в кабине, все, он просто падает с кресла, за собой руль тащит. И тачка вот так вот делает просто круг вот так полный. По ухабам, там просто там, ну там бездорожье, просто по тайге. Благо деревьев не было. Делает полный круг, останавливается. Этот тип улетел вообще в там стратосферу где-то. И мы его, пока делали этот круг, он все, сразу отлетел. Я остаюсь я, он лежит. Ну как бы ладно, все, инцидент исчерпан, все нормально. Подходит этот мужик второй, который улетел с тачки, он живой, все, слава богу. Водила тоже отряхивается, ничего, никто, все в порядке. И мы подходим, выходим из тачки, открываем багажный этот отсек, где мы спим и все такое. А там у нас было с собой примерно там, ну не знаю, 40 литров разной краски. И была бутылка литров 20 растворителя, привязанная специально. И был такой же огромный бидон воды, который мы должны были пить. И вот эти все бутылки, все бутыльи эти отлетели, все перемешалось. И мы вот так открываем дверь, и там вот так прям с крыши капает краска вот эта, знаешь, струйками вот такая идет. Я смотрю на это, думаю, все пиздец, короче. Те на панике, бухие, понимают, что им на работе за это все это увольнение. Что нужно срочно, знаешь, нужно сейчас исправить все, сейчас все нормально, сейчас все починим, все нормально. Они начинают, понимаешь, там тряпками это все убирать, а это только разводы. То есть ну лучше все, то есть это все, невозможно исправить. Я смотрю, один тип уже все вот так, он уже отъезжает. То есть там такой запахан стоял. Я их просто еле как выкинул оттуда, заставил успокоиться, перестать это делать. Водила ушел просто спать к себе. Я достал, то есть в этом вагоне самом спать было невозможно больше. Находиться невозможно было еще, он не пригоден больше ни для чего. То есть там спиртом пахнет, краской, всем на свете. Я просто лег в спальнике, так накрылся. Вот так я всю ночь пролежал, просто я не мог уснуть. Но это был один из моментов, когда я понимал, что что-то с жизнью вообще не то идет конкретно. То есть несколько вот ярких таких точек у меня в итоге было в «Газпроме», когда я понимал, что блин, Витя, ну что-то это, что-то не то. Последнее мое рабочее место было, я был низшим административным работником. Занимался дистанционной проверкой, сверкой поставок материально-технических ресурсов на газопровод «Сила Сибири». Моя задача была проверить, всего ли хватает, все ли в доступе, есть какие-то срывы по поставкам. В общем, есть ли все для того, чтобы труба дальше строилась. Ты ушел в никуда? Да. Да, я ушел в никуда, потому что я уже очень долго не мог придумать куда и решил уйти в никуда. Одно из главных преимуществ, конечно, таких компаний, как «Газпром», что четко ты знаешь, что четко 14-го и 28-го ты получишь аванс и зарплату соответственно. Со мной это работало, то есть я сначала думал, все, дорабатываю до отпуска, ухожу. Потом думаю, блин, следующий отпуск еще через 3-4 месяца, еще поработаю с Ренатой куда-нибудь сгоняем и потом уйду. И в один момент я уже все, я уже понял, что откладывать невозможно, если не сейчас, то просто никогда. Я решил сначала, я лишу себя вот этого комфорта и когда будет жопа гореть, я быстрее придумаю, что делать. То есть у меня был только примерный план, единственное, что я хотел, это работать в футболе. Все, меня больше ничего не интересовало. В спорте, в футболе, на любой должности. Сколько ты получал в «Газпроме»? Последняя зарплата у меня была 85 тысяч, потому что я выиграл конкурс, там, один конкурс выиграл производственный, второе место занял, мне чуть-чуть подняли. И средняя по году выходит где-то под сотку, 95-97 под сотку, потому что существуют всякие разные надбавки, 13-я зарплата. В общем, если не совру, если скажу, где-то 95. И ты жил в Москве при этом? Да. Когда я жил в Якутии, работал там, на Силе-Сибири, там была рабочая неделя и пятидневка. И это было самое прекрасное время, потому что было чем заняться. Суббота и воскресенье — это были ужасающие дни просто, ну… Потому что нечего делать. Да, вообще нечего делать, то есть вообще нечего. Настолько нечего, что я крепился в пятницу. Я пытался не спать как можно дольше, чтобы в субботу подольше поспать, чтобы суббота была короче. Потом я просыпался, давил из себя просто этот сон до десяти, до одиннадцати. Шел в единственное кафе, бузы там продавали, бурятские, бузы, знаешь, бузы. Шел в это кафе, ел больше, чем я хотел, дожирался просто до отвала, чтобы опять захотелось спать. Я приходил, ложился спать обратно, чтобы еще меньше день был. И самое ужасное время было, когда ты просыпаешься в три часа дня с полным животом буз и понимаешь, что все нужно… То есть, по сути, ты убиваешь свое время, жизни, по сути. Ты его просто пытаешься сократить максимально. А Рената где была в это время? Она жила в Томске, я переехал один сначала. Мы еще не были женаты. Мы поженились уже потом. И она сразу же после свадьбы переехала ко мне. Кто твои родители? Моя мама – заводчик лабрадоров, кинолог. У нее 12 собак. Она всю свою жизнь сознательную, после того, как вырастила меня, потому что рано родила, чуть только 20 ей стукнуло, как и моему отцу. Моему отцу было 19, ей 20. И после того, как я вырос, она разводит собак. Это было ее главное хобби. Всю ее жизнь она обожала собак. Я не встречал еще человека, который любил бы собак больше, чем она, больше, чем людей. Возможно. А это в квартире происходило? Максимум у нас 4 собаки жило в квартире. 66 метров примерно в Томске. А потом в доме. Потом они купили дом. Собственно, отец мой из Таджикистана. Он приехал в 16 лет из маленького поселка вместе с родителями. И он всю свою жизнь после университета отработал в Газпроме. С помощника склада, он начинал после универа, что-то такое, в конце 90-х, в середине 90-х годов. И сейчас он до сих пор там работает. Наверное, это важно сказать, что в Газпром… Это отец меня устроил в Газпром, помог мне. Я попросил его устроить в Газпром. И он, как хороший папа, устроил меня слесарем, монтажником. Спасибо ему огромное за это. Я думаю, что у него были другие варианты. Я уверен, что у него были другие варианты. Может быть, устроить сразу получше куда-нибудь там. Но это самое дно у меня устроило. Даже он переборщил, я думаю, с этим. Но ты без иронии это говоришь. А в чем ирония? Ирония в том, что… Так, у тебя такой юмор, что непонятно, где понять иронию. Но ты без иронии в том смысле, что… Круто, что он тебя устроил не на шоколадную должность, а на… Да-да-да, конечно, конечно. Вообще, это огромное ему спасибо. У тебя есть интервью на sports.ru, довольно большие, запоминающиеся. И там один из комментариев под одним из этих интервью. Все очень интересно, если опустить тот факт, что парень – один из мажоров в Томске. Смешат комментарии, что он простой парень. И папа у него в «Газпроме», а точнее, в дочке «Газпрома». И с детства все у него было хорошо. Работать его устраивали и за уши тянули. Даже в Ленск отправили образумицы. Поехал в Москву сразу аж на начальника отдела. После двух лет-то в Ленске. Что ты можешь сказать на это? Очень много правды, кроме начальника отдела. Конечно, я никогда не занимал никакие руководящие должности. Мажор, в моем понимании, это тип из богатой семьи, который ни хера не делает, ничего себе не представляет и прожигает родительские деньги. Типа того. Правильно? Или нет? Я не знаю. Мои представления, мажор – это тот, кто флексит на деньги родителей. Да-да-да, в моем тоже. Вот. Нет. У меня хорошая семья. Не супер обеспеченная. По меркам Москвы, вообще обычная. То есть мне он помог. Мне он помог устроиться слесарем, где я отработал два года. Наверное, для работы слесарем ничего не надо вообще. Для такой должности ничего не нужно дополнительное. Просто устраиваются люди, и там не то, чтобы был какой-то большой конкурс на эту работу. И я его попросил это сделать сам, потому что мы жили с Ренатой тогда. Съезжались, пытались жить вместе. Я жил у нее в общаге. Мы жили в комнате, с нами еще жило три девчонки. То есть мы жили в пятером в одной комнате. У квадратов двадцать, двадцать пять. То есть две двуспальные кровати, обычная классическая общага. И мы с ней спали на одной кровати с Ренатой, а над нами жила девушка еще одна. А в Ленск? Да, в Ленск. В Ленск я устроился, потому что там только открывалась, только начиналась «Сила Сибири», батя помог. Отец устроил, не руководящая должность, просто инженерская. Опять же, не все хотят ехать из Томска в Ленск, в двадцати пяти тысячный город. То есть это было тоже такое. Все, я думаю, все эти шаги он делал, чтобы из меня ни в коем случае не получился мажор какой-то. Или что-то плохое, что из меня, наверное, могло бы выйти. И это пошло мне на пользу, все это. И потом в Москву, опять же, тоже обычная должность, ни руководящая, ни начальником отдела никаким не был, даже заместителем не был. Я просто перебирал бумажки. Вообще все, что здесь связано со спортом, это я все только представлял. И вообще никогда не мечтал даже оказаться внутри. И то, что я здесь, я здесь уже две недели, и до сих пор мне даже не верится, что я реально вот в самом-самом центре, наверное, спортивной жизни на планете. В самых крутых лигах, в самых крутых матчах. Я вот так смотрю. А я правильно понимаю, если бы ты сейчас был с GoPro, ты бы сказал, ребят, я не верю, что это со мной происходит. Да. Еще мне очень часто кажется, что я не заслуживаю того, где я нахожусь. Да? Вот у меня настолько, когда мне супер-классно, супер-супер, не знаю, я вдохновлен чем-то или шокирован, что-то вижу такое, знаешь, красивое очень. Мне все время кажется тут же, что я этого вообще не достоин почему-то. Серьезно? Башка так работает, да. А это, типа, такое самокопание на выкрученном этом режиме? Да, да, да. Что-то такое. Вот, и если бы, да, на самом деле я здесь снимаю себе три выпуска, и я настолько, мне настолько все нравится, что здесь происходит. И здесь настолько все круто в плане спорта, вот реально, самая крутая инфраструктура, которую я видел в своей жизни, на всех континентах, где я был, что мне аж неудобно это показывать в России. То есть я не знаю, как это показать, чтобы это не смотрелось, как какая-то пропаганда, типа, Америки. Америки? Да. Все на ходу, ты себя снимаешь, зачем ты меня снимаешь? А, вот так вот надо делать? Конечно. Ой, прям все видно, да? Только не смотри в камеру. Мы приехали на матч действующих чемпионов NBA. Ден Вернагетс приезжает сюда, и здесь играет лучший баскетболист мира прямо сейчас. Ну, а что ты там смотришь? Слушай, здесь, по-моему, винишко можно бахнуть. Все, давай спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. У тебя есть вина? Да. Чтобы вы понимали, мы три минуты назад зашли на матч, человечек уже за вином. Мы вернемся. Спасибо. Спасибо. Ты никогда не слышал, как NBA-шный паркет скрипит? Нет. Мы сейчас войдем, и ты услышишь этот скрип, и ты не забудешь его никогда в жизни. Я это говорю, я не баскетбольный болельщик. Я первый раз на него. Не баскетбольный. Вот. Жалко, запах не передает, потому что тут прям чувствуешь, да? Кстати, прикол, да, что, смотри, заготовок нету. Где? Не заготовленные котлеты. Да, да, да. Ммм. Мы быстро зашли. Теперь мы можем взять вообще какие-то готовые горячие блюда, бургеры, хот-доги. Вот эту плюху я точно возьму с огурцами. А нет, там еще красный луч. Блин. И жены дома, поэтому луком можно наесться просто от пуза. Охренеть, ребята. Мы на матче NBA. Сегодня Детройт играет с Денвером, с действующим чемпионом. Твою мать, ребята. Чуть не оторвал кольцо это просто. Почему мы не снимаем игру? Потому что NBA моментально. NBA, NHL и другие американские лиги влепят блок моментально. Но FIFA тоже. Да, да. Все большие спортивные организации очень сильно следят за авторством и за правами. Потому что, ребят, это очень много стоит. Вот эта штука. Основной доход всех этих команд, вообще всей индустрии, это как раз таки трансляция. Трансляция. Это просто инопланетяне. Это абсолютно инопланетяне. И размером, и тем, что они делают. Это невероятно. Вероятно, вот этот полицейский, который стоит и выходит во время тайм-аута охранять общественный порядок. Жесть. Браво! Блин, как он, смотри, лапой как медведь ему отдал. Три! Сидим! Важнейший вид в баскетболе. Я ее понял только, когда стал на него ходить. Правило 24 секунд. Это гениально. На атаку. Не больше 24 секунд на атаку. Это настолько добавляет динамики. И детей, и детей водить после баскетбола на футбол невозможно. Но они вообще не понимают, в чем прикол. Спасибо! Спасибо! Ты посмотри! Господи, какую трень мы взяли, ребята! Я думаю, это просто жесть! Ни разу не видел человека, который так стремительно шел к вину, как Юра. Белая, красная? Спортивным блогером записываешь. Да, да, да. Вот такой спортивный контент, ребят. Просто плюха, картошка жареная и вино. Это английский? Нет, 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 нет. Это дубликатовано в английском. Да, мы не знаем другие части. Я извиняюсь? Мы не знаем другие части. А важнейшая деталь, которую я забыл про Америку, что если хочешь выпить, надо брать с собой паспорт. Вот это я вообще здесь не понимаю. Да нет, нормально. Ну просто, чтобы это... Нет, ну тебе... Ну ладно, я ищу. Я выгляжу как 17-летний. Но ты-то куда? Твои грудницы как, а? Ты видел, да? Посмотри, какой он! Нет, это же его фишка. Ну это понты, понты гонимые вообще. Это понты, прям. Он такой, он хороший! Он хороший! Его все оборгают. Ааа! Неспортивное поведение! Вот это выпендривался! Да ладно! Его удалили! Жесть! Юра зря купил билеты! Он сказал ему просто паспорт. Ну, в начале игры, он получил технический поведение. Ааа! 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 Он пишет чифры баскетбол. И это просто как бы одна из причин, почему в русскоязычном мире так много людей любят баскетбол. И я как-то, я как-то спросил его, говорю, аааа, я сказал, типа, Фил, но это же как бы баскет, такой спорт. И у меня просто, а он очень молчаливый такой, глаза в пол он меня оборвал. Это не спорт. Я говорю, что это Фил? Это искусство. Да. Фил, ты это точно не смотришь, но знай, я тебя люблю. Ты просто невероятный. Последние 40 секунд. Три очка выигрывает. Да. Три очка выигрывают гости. Наггетс. И они атакуют. То есть у них 8 секунд на атаку, после этого 21 секунда будет еще Пистонс. Опа! Не забили, не забили. Все. Так, последние 23 секунды. Три очка. Надо треху забивать сейчас. Либо бросает треху, либо два. Два, два, два! 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 Нет, беги! Все! Баллы я буду. Баллы 11 секунд. Все, они выигрывают, я думаю. Ну, скорее всего, потому что они бросают два штрафных сейчас. Ребята! И зал свистит. Бьюров селился, Дмитрий Губерниев на секунду. Зал свистит. Ну что, закончился матч. Благодаря Юре я попал на НБА, ребят. Первый раз в жизни. Скорее всего, в последний. Так круто! Спасибо! У тебя тоже! Ты говоришь, что это один из неблагополучных городов в Америке. Но здесь, в этом городе, есть несколько тысяч человек, которые могут потратить больше, чем, условно там, 20 тысяч рублей на вечер баскетбола. Это о чем говорит? Я думаю, что это очень круто, когда у тебя в городе есть такие просто ивенты. И они постоянно. Вчера был бейсбол, завтра будет хоккей. И это настолько разукрашивает быт людей, когда... Я вот не могу представить, если бы я жил в Детройте, я бы себе никогда не завел собаку. Зачем? Не понял. Ну, ты все равно дома не будешь проводить время. Она просто будет сидеть дома одна. Потому что ты все время будешь где-то на спорте. Я бы ходил просто везде. Вот так бы я проводил каждый день. Я очень рад, что я побывал на НБА. Но, к сожалению, да, это было в 23-м году. И когда я испытываю какие-то сильные эмоции в последнее время, меня потом так накрывает сразу, если честно, вообще. Как будто нельзя. Как будто запрещено... Просто запрещено вот все табу на все. На счастье, на эмоции, на жизнь, в общем, грубо говоря. Насколько правильно считать, что найти себя в спорте тебе помог Василий Уткин? Если бы не Вася, я бы точно не работал в спорте. Сто процентов. Встреча с Васей сто процентов изменила мое сознание. Когда я переехал в Москву, мне в инстаграме один знакомый парень скинул объявление, что Василий Уткин набирает футболистов в себе команду. Тогда Вася стал заниматься любительской командой «Эгресси». Я пришел на этот отбор просто. Я только приехал с Ленска, в котором практически не играл в футбол. Я был жирный, потому что жарил докторскую колбасу все время с хлебом. И ел, собственно, только ее. Не заморачивался. Но там был такой уровень ребят, все равно, что меня взяли. Там было примерно, я не помню, человек, наверное, 80-100. И вот нас четверых взяли в команду. Так мы познакомились с Васей. Я был один из четверых ребят, которых взяли играть за этот клуб. Красный-синий. Семен. Да-да-да. Он просто лучше. Вот, смотри. Вот, смотри. Меня так долго только на свадьбе снимали. Мы познакомились с Васей. Я помню, как первый раз его увидел. Для меня это было вообще, это был Василий Уткин. Я смотрел, я думал, не хочу материться, ладно. Так ты уже материшься. Ладно, я думал, блядь, это Василий Уткин. Я должен подойти и сфотографироваться. Все, о чем я думал. И когда Вася подошел, я подошел к Вася, он говорит, нет, я не фотографируюсь, типа. Блядь, я думал. Мачете не смс. Ладно, завтра подойду. Подошел, он говорит, нет, я не фотографируюсь на следующий день. Я говорю, не, мы фотографируемся в любом случае. Я мечтаю свою фотку сделать. Я в любом случае все, давай Рената, делай фотографии. Вася после одной из тренировок команды позвал меня подбросить до дома. Спрашивал у пацанов, пацаны, едет кто-нибудь на юго-восток? И он говорит, я еду. Я думаю, блядь, Василий Уткин повезет меня в тачке. Сейчас я буду ехать с Василий Уткиным в тачке. И я помню, что, ну это просто по-скотски было, что я сидел на заднем сидении, он сидел спереди. Я был в таком шоке, что мы едем с ним в машине, и я его фотал беспалево. Короче, нет, ну просто чтобы ты понимал вообще, вот насколько я фанател по всему, что около. А дальше мы сели, и он поворачивается в какой-то момент и говорит, а не хочешь пивка выпить по дороге домой? А время там было 12 часов ночи, мне вставать на работу там в пол седьмого утра. Я говорю, да, сто процентов, я готов пить до утра. Вот у меня до пол седьмого есть время, я готов пить, вообще пиво, поехали. Мы сели в кафе пить пиво, я чуть-чуть поднабрал смелости, 3-4 дал там, 0-5. И решил, что я снова готов его фотографировать. Мы вот так сидим, он что-то залипает так в телефоне, я выжду этот момент, пока он подзалип чуть-чуть. Вот так беспалево телефон достаю, фотою, а уже вечер, мы на веранде сидели, и там просто вспышка. Это было так кончено просто. И он вот так. Причем, знаешь, я там вообще… Или причем Вася вот так, знаешь, поднял глаза, посмотрел и дальше вообще выпустил. Видимо, уже много раз кто так делал, знаешь, он такой, да ладно, похуй типа, пусть там, пусть малой развлекается. И вот второй раз, наверное, который характеризует как бы мир, в который я попал, насколько я был к нему не готов, когда я познакомился с Васей. Ну то есть надо понимать меня, я из Москвы, я в Москву приехал из Ленска. То есть Вася, я не знаю почему, он начал со мной прям много времени проводить. То есть мы пару раз в неделю постоянно встречались и куда-то ходили там в бары. Я как бы просто вот как-то питался от него, хотя он мне ничего не учил, никогда ничего не рассказывал. Ну просто Вася такой человек, когда ты находишься рядом с ним, ты невольно немножко умеешь и становишься как-то это… Погибче, посвободнее, то есть я такой, как я сейчас есть, плохо формулирующий и не очень далекий вообще парень, очень недалекий парень. Благодаря Василию Уткину. Да, спасибо. До него было еще хуже намного все, он намного печальней. То есть я там вообще, я без падежей разговаривал. Мы с Васей очень часто смотрели футбол. Однажды мы пришли в ресторан «Воронеж» на Кропоткинской. Это довольно известное для Москвы место. Первый этаж этого ресторана – это бургерная. Второй этаж – это ресторан уже фэшенебельный вообще там. Такой, что я в таком первый раз в жизни был, когда вот официант подходит и предлагает тебе что-то просто так. То есть это просто как бы, как я не знаю, как сказать. Комплимент. Спасибо, что помогаешь. В общем, на втором этаже располагается закрытый, думаю, даже не ресторан, а больше такой клуб прям для элиты. Туда ходят прям непростые ребята. Я бы там никогда в жизни не оказался. То есть наши вселенные не совпадают. Меня даже, думаю, даже не пустили. Однажды мы в этом ресторане-клубе фэшенебельном смотрели футбол в компании Васи и Хаита. Из квартета «И». Они очень плотно дружат. Вот. И мы смотрели-смотрели футбол. Там еще было время, когда команды российские играли в Еврокубках. И там был матч сначала Лиги Европы, потом Лиги Чемпионов. И там, и там играли российские команды. Одна из них была ЦСКА, другая не помню кто. Мы, в общем, сели за большим столом. Ребята как бы напротив меня, Вася с Хаитом. А справа от них за соседним столом сидела Валерия, певица Валерия. И, ну, вот мне это просто стыдно рассказывать, но я расскажу вот реально как есть. Валерия сидела так, что прямо над ней был телек. И я невольно обращал на нее внимание. То есть я смотрел в телевизор и смотрел на Валерию. И через минут десять матча я не мог смотреть на телек, потому что я смотрел на Валерию, потому что она была просто какая-то нереальная. То есть я такого вообще, ни до, ни после я не видел женщины такой, это то есть не могу назвать ее сексуальной. То есть она не влечет, она не возбуждает, но это просто какая-то невероятная красота, что я не мог оторвать глаз. Она просто настолько приятно выглядит и настолько она, вот это вот все, вот эта вилочка, вот это все так аккуратно было. Я с этим никогда до этого не сталкивался. Я Вася говорю, Вася, там Валерия. Он такой, ну да, Валерия, я говорю, ладно. И, короче, мне в один момент, я уже понял, что я просто пялись на нее жестко. Я не смотрю телевизор, я просто на нее смотрю. Она как бы замечает это или нет, я не знаю. И из-за того, что я не могу физически перевести взгляд на футбол, мне стало плохо просто внутри. Мне стало просто хуёво, короче, мне стало. От того, что я не могу перестать на нее смотреть. То есть мне не позволяет воспитание так пялиться на человека, но я не могу оторвать от нее взгляд вообще. И в один момент просто все сидят, смотрят футбол, и я просто говорю, все, Вася, я ухожу. Просто ни с того ни с сего. Я говорю, в конце первого тайма, я говорю, все, Вася, я ухожу, я не могу, короче. Там Валерия, я говорю, я не могу, я на нее смотрю, меня уже это бесит. И я встаю, просто одеваю капюшон, куртку, и подходит, и смотрю, ко мне идет этот Пригожин. В мою сторону. Я уже там, короче, 33 отмазки придумал. Иосиф Пригожин, если что. Я уже придумал там 33 вообще отмазки, что я пиарюсь на нее или, ну, короче, не знаю. Он подходит ко мне и говорит, а че, Краснодар-то в итоге ничью закончил? Вот, в общем, мне тогда было стыдно за самого себя, и Вася мне вспоминает все время эту Валерию. И каждый раз после этого случая он мне каждый раз говорил, типа, че, ну, когда я о чем-то задумывался, он говорит, че, типа, о Валерии думаешь? Про Лайонс, весь город был в Лайонс, они вчера играли. У Лайонс есть традиция, они почти сто лет уже каждый День Благодарения проводят матч. У них в 1934 году владелец тогдашний, он сетью радиостанций или одной радиостанцией владел, и он вот придумал эту историю, что проводить, он договорился о том, что матч будем проводить на День Благодарения обязательно, какой-то календарный, и транслировать его во все страны мира. И прикинь, что сколько прошло, получается, 89 лет, почти 90 лет. Жесть. И каждый, каждый День Благодарения они играют, в том числе вот сейчас. Сила традиций. Вообще топ. Меня это возбуждает, когда я об этом думал. Все, что касается вообще маркетинга здесь в спорте, и вот эти всякие символы, которые меня пичкают. Если ты зайдешь в любой университет, сколько здесь будет символов этого университета везде просто. Во-первых, у каждого университета есть какой-то, скорее всего, это зверь. Лев, тигр, вот как вот здесь, да, у них львы. У каждого университета есть какой-то свой символ, свой зверь. И они его печатают просто везде, то есть на стакан, на пол, на стену. То есть ты, ну невозможно. Я вот приехал в Кемерово снимать в марте 22-го года. Мне надо было сделать подсъем города. Я не мог его сделать, чтобы туда Путин не попадал. Просто я снимал город, ехал из тачки. То есть там было просто везде, 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 везде. Я такого не видел ни до, ни после. Там было все в Путине. А у них здесь все вот в этих вот символах местных. И это очень круто. И мне кажется, это очень легко. То есть в этого зверька влюбить легко. А в Путина, кажется, многих тоже получилось. Очень легко. Очень легко влюбить, да-да. Ну, более просто топорно, я думаю, чем здесь. Более прямо, ну как бы тупо и агрессивно. Вот. Но это работает. У них получилось. Сто процентов. Ну и как бы и в Америке получилось. Ты в Африке ел собаку? Сука, как это вам прозвучит? Да. Как это было? Да, я ел собаку в Африке, Юр. При том, что у меня мама кинолог. Я всю жизнь с собаками прожил. Я их люблю просто как родных. Я никогда бы не стал есть собаку. Когда я был в Корее, я то есть не ел даже там, где регально. В Африке были проблемы с мясом. То есть там была курица почти всегда. Всегда были бананы. Каша из бананов, пюре из бананов. Вся эта история с бананами. И однажды в Гане мы проходили возле рынка. Я увидел бочку мусорную. На ней стояла решетка типа барбекю. И там жарилось мясо. И это то есть так выглядело. То есть это была не курица. Знаешь, что-то красное. Какое-то красное мясо. И я был настолько тогда уже… Я так хотел мяса. И в целом у меня нет такого какого-то презрения, каких-то предубеждений по поводу еды на улице и все такое. Я взял, попробовал. Взял себе там пару кусков. На следующий день я вернулся и еще взял. Мне оно понравилось. А в третий день я там же проходил с местным чуваком. И ему говорю, сейчас погоди, остановимся на секу. Захвачу себе мясо. И он говорит, да не-не-не, не стоит есть. Тебе оно не понравится. Я говорю, в смысле не понравится. Мне вообще нравится это мясо. Так он говорит, так это же dog meat. Я говорю, вот, вот, чего? Он говорит, ну мясо собаки, собака, dog. И я вот так, у меня аж, я сейчас думаю. Ты блеванул? Сейчас херово стал. Не, я не блеваю почти. Не, не блеванул я, но мне стало очень плохо. Не по себе вообще. То есть это был такой один из, одна из вещей, которые я хотел бы, то есть из своей жизни исключить. А какое оно на вкус? Да вообще, то есть я тогда абсолютно, наверное, было с каким-то соусом еще сверху политым, каким-то сладким. Возможно, чтобы никто не понимал, что это собачатина. Ничего удивительного. То есть я бы не сказал, что это что-то особенное. Как… Может, оно пожестче чуть-чуть было, как лосятина. Но оно еще было не очень приготовлено в целом. Понимаешь, это было просто решетка и огонь. А. Вот, да. Но я не пристрастился. Все нормально. Я больше не практикую. Все хорошо. Что рекламирую? Траву? Нет, это нет. А вот это да. Но здесь не видели. У нашего отеля летала вот такая же вот штуковина с рекламой травы. Угу. Вот. То есть я… Слушай, я… В кадре это действительно было бы… Ну да. Это вообще не очень… Не, я просто… И сам, знаешь, мне немного стремно из-за того, что я сам веду не очень спортивный образ жизни. В плане, там, я и пью, и курю. И иногда и в кадре это делаю. А у нас как бы вроде как спортивные выпуски. Меня это немного смущает. Так что траву бы я точно не стал рекламировать. Даже если она была бы легальной. В Томске я там… Все знают, что такое «12 шагов», например. Программа. Реабилитационная программа одна из самых известных. Да. Ты знаешь, это с 14-ти лет. Там, с 15-ти лет. Почему? Ну, потому что это популярная штука. Ты на… А, потому что вокруг популярная. Да-да-да, конечно. Одна из симуляций моей жизни могла закончиться тоже… где-то там, глубоко. Если бы не Рената. Потому что мое окружение именно, у нас это было прямо досуг, времяпрепровождение. Так, а Рената что? В какой-то момент просто мне стало интереснее с ней проводить время. И я просто… Ну, я влюбился как дурак вообще. Мне было 17 лет. И она меня спасла тем, что просто своим присутствием. Мне просто хотелось с ней проводить время, а не курить там что-то, или там тусить с пацанами, видишь. Но вот из той именно компании… Кто-то сейчас… Кто-то сейчас в тюрьме, кто-то сейчас прям не очень себя чувствует, кто-то в Украине. Воюют? Да. Так, по порядку. В тюрьме за что? За барыжничество. Они торговали наркотой? Да. В Украине они добровольцы? С кайфом подписали контракт. Кто-то добровольцы, кто-то умер уже. На войне? Да. Знаешь, меня что поразило? Я иногда пользуюсь ВК по работе. Обычно мои ребята из Томска, из моего бывшего окружения, знаешь, околошкольного, они ничего туда не постили. Потому что, как бы, ты вообще обычный человек, постит что-то, делится, когда ему хочется чем-то поделиться, ему что-то нравится. Обычно, в общем, все мои знакомые раньше выкладывали фотографии только с Турции, с Таиланда, когда они отдыхали. Когда им было классно, о них им гордились, и хотели со всеми поделиться. А потом резко я начал заходить в ВК, и у меня просто лента вся, просто там, все в камуфляже просто стоят. То есть это был такой повод, ну, то есть это было прям, это было одно из самых ярких событий для многих людей, я думаю, за последние, там, 10 лет, пойти на войну, уйти на войну. Это, то есть государство дало им возможность гордиться чем-то. Но это гордость вот такого вот характера. То есть смотри, ты теперь, смотри, ты был не крутой, теперь ты крутой, потому что ты родину защищаешь. Нельзя говорить, что только государство не дало себя как-то проявить или стать кем-то в жизни, да, это по-любому и их вина тоже есть в этом. Но есть прям четкий путь, очень короткий, очень простой, как сейчас можно очень легко получить респект от всех вокруг. И они начали этим постить, просто, знаешь, это просто, это выглядело как будто, вот реально, они в Таиланде там, вот еда там, вот там деревья, вот там танк, вот там, вот. И знаешь, это причем еще даже жестче, чем с отпуска. То есть это даже было больше, чем обычно бывает с отпуска. Потому что человек, собираясь в Таиланд, он не говорит, вот я собираю сумку, вот я там купил билеты. А тут просто вот с этого момента, вот ребят, я с сумкой, вот я там в балаклаве, как я выгляжу. То есть полное документирование. Да. И вот из-за того, что ВКонтакте у тебя всякие старые, древние какие-то знакомые, друзья, это было прям четко, ярко видно, вот, ну, у меня лично. Первое видео, которое я у тебя увидел, и после которого я тебя узнал, это путешествие из Москвы в Петербург, которое у тебя было, но только по футбольным маршрутам. Ты прокатился от Москвы до Питера и заезжал в города, смотрел, что там с футболом. Там есть как минимум пара моментов, которые я помню до сих пор. Вышний волочок и чиновник, с которым вы там тусуете, это типа главный по спорту чиновник. Да, это начальник комитета физической культуры, вроде бы, вышнего волочка. И вы с ним, он тебе показывает поле и выводит просто, где футбольное поле, а где нет вообще ничего. Это поле нормальное? Да. Да? Это хорошее поле? Да. Вот. И ты ему предлагаешь угловое отработать? Да, да, да. Ты на месте это придумал? Да, да, я придумал просто на месте. А, ну это очень смешно. Да. А вы можете встать как будто на угловом, показать где угловой и как будто на меня подачу делать? Я здесь. Вон там примерно угловой. Да. Нормально? Ну спасибо, во-первых. Да, это было круто. Просто было настолько неожиданно, что у меня потом это было ещё в жизни, когда ты предлагаешь чиновникам именно каким-то спортивным показать как всё прекрасно, и они это с удовольствием показывают и никогда не чувствуют какой-то подвох вообще. То есть уже до абсурда иногда доходит, а они продолжают. То есть он реально пошёл подавать угловой в этот момент. То есть он не понимал, что что-то не то, как бы, что камыши как это, борщевик там уже всё как-то… То есть если бы я ему предложил там матч сыграть, я не знаю, один на один без мяча, он бы… На всякий случай это всё невидимым мячом происходило. Да, мяча не было, то есть мяча не было, а он пошёл подавать угловой. Да, и там ещё, может быть, есть… Ну, с этим же чуваком там прикольно, когда мы идём, и он говорит, что… Ну, понимаешь, ну вот развивается, ну вот… Ну вот ничего я не могу поделать с тем, что вот так всё хорошо, вот, ну… Ну так всё хорошо, ребята, ну я не понимаю, ну вот как-то так вот всё вот само. Да, это был вообще знаковый персонаж. Это… Потом его цитировала Даша Касаткина, когда мы с ней познакомились. «Потенциал есть», там есть такая фраза. Он говорит… Он мне говорит, мы что-то проходим, там что-то отваливается, что-то рушится, как всё в этом вышнем волочке. И я говорю, это что? Он говорит, ну, потенциал есть. И после этого я хожу ему так, на какие-то камыши… Ну, я ему ходил по городу, спрашивал, потенциал есть? Он говорит, ну, потенциал есть, да. Там всё очень потенциально было. Реально в вышнем волочке очень всё… Это он не соврал. Потенциал у вышнего волочка есть. Ну, он действительно же есть. И был. Да, да, да. То есть ты снимал проект, как можно было из него сделать там. Ну, если не Венецию, то, по крайней мере, какой-то вот прям очень классный на большой… на разной воде находящийся город туристический. Вообще, то есть там проект… Ну, то есть, блин, ну, опять же, это больное место. Давай не будем об этом. Что больное место? Ну, много мест в России, которые можно было сделать глобально. Много. И Вышний Волочок – это один из таких городов точно, абсолютно. Мы возле граффити, посвящённое Eminem'у. И что более важно, группе D12. Потому что я как раз таки вообще обожаю творчество Eminem'а, когда он был в группе D12. Моя любимая песня – My Band. И один из моих любимых клипов вообще – это на песне My Band. Вообще, очень классный. Весёлый и… Они там рассказывают, что всё их творчество, их группы завязано на Eminem, и всё внимание к Eminem'у, а на эту группу всем похер, типа. Они вот это обыгрывают, высмеивают, что его окружают девочки в гримёрках, там, шампанское, всё на свете, а они в бывшей какой-то там кладовке переодеваются. И весь клип – это такая большая история. Привет. Привет, чувак. Хорошо, спасибо. А, я не знаю. Может быть, он закончил сейчас. Он уже закончил, не? Сэр, что ты спросил? Гейм. Гейм. А, как он закончил? Когда начался? В результате? Да. В третьем квартале. Они играют против кого? Грэн-бэй. Грэн-бэй, да. 23 Грэн-бэй и 14 Детройт. Они сейчас потеряют. Да. Расскажи, как у тебя появился свой канал. Я ушёл от Васи в один момент. Опять в никуда. В пустоту. Просто. Ничего не снимал, ничего не делал какое-то время. Познакомился с ребятами, которые были в Medium Quality. И я предложил им идею создания спортивного канала. То есть не футбольного канала, а спортивного, общеспортивного. Мы придумали какие-то форматы. Принесли это Славе. Он говорит, пацаны, давайте. Славе Дусмухаметову. Славе Дусмухаметову. И он дал добро. Он это всё профинансировал на первом этапе. То есть не было никаких спонсоров. Выделил какие-то деньги. И мы занимались каналом. Он назывался Площадка. Этот канал сейчас называется Витя Кравченко. Вместе с пацанами мы проработали… Евро 2020. Да, где-то примерно полгода. Полгода. И пришёл большой бюджет. Пришли, в общем, после евро бюджет этого всего движа увеличился. И появилась возможность заниматься разными историями. Мы решили разделиться, потому что нас в целом… Интересовали разные вещи. Скорее всего. Тогда меня могли подсоединить к какому-нибудь каналу, не знаю. Но мне решили доверить. За что спасибо. Сольный канал. И вот сейчас это тот канал, на котором я сейчас выпускаю видео. Твой канал по-прежнему принадлежит medium quality? Ну… ну да. Ну юридически, не знаю, или как это можно сделать. То есть у меня привязан телефон, почта их. И пароль от почты их получается… ну да. То есть они в любой момент могут его закрыть? Да, да, да. Как ты с этим живёшь? Как я здесь сижу с этим или вообще как я живу? Ну давай по очереди, да. Каково это тебе, что не ты владелец? Ну мне это не так сильно смущает, как, наверное, должно было быть. В целом. Мне это не сильно парит. Вот. Я не думаю, что если мы разойдёмся с medium quality, то я не думаю, что они заберут канал. Мне кажется, они просто отдадут его мне. Ну как бы зачем им канал с аудиторией Вити Кравченко? Тем более они не особо и в ютубе сейчас. И он не большой. Понимаешь? Ну даже если заберут, ну что? Ну начнём всё заново, видимо. Не впервой, скажем так. У меня так и не было никогда своего, по сути, канала. Я сначала выпускал у Васи, потом вот. Но, в общем, наверное, меня это не парит, потому что я ни разу не чувствовал какого-то неуважения или какой-то нечестной игры именно по отношению к себе. Я слышал много разных историй. Особенно от людей, которые уходили из medium quality. Когда люди уходят из medium quality, они начинают говорить что-то. Но в свой адрес со мной именно нечестно или как-то подло не поступали. Medium quality всегда сторонился политике и каких-то тем, которые могли бы вызвать государственный гнев. Были ли у тебя какие-то ограничения, например, политические из-за того, что канал принадлежит medium quality? Мы особо не… Мы же это… Политикой не интересовались до войны, понимаешь, Юр? Зачем нам было какие-то эти… Не было интерес… Ну, её не было повсюду просто. Не то чтобы я сильно сейчас интересовался, но просто сейчас уже и интересоваться… Невозможно не интересоваться на везде просто, как бы куда-нибудь… В волейбол, в Мариэл там или там, не знаю… На Камчатке там баскетбол, там везде будет политика уже. Просто в других проявлениях немного. В плакатах каких-то вокруг, которые ты не можешь игнорировать. То есть мы до войны снимали, конечно, много социальных вещей каких-то. Типа в Украине в той же, да, про футбол. Но нет, я бы не сказал, что были какие-то ограничения. То есть в ту же Украину я согласовывал поездку. Мне сказали «Окей». А хотя… Я-то уже был как бы там… В совсем непростое время. Ты согласовывал с кем? Ну и типа я предупреждал. То есть это же… Я предупреждал, что поеду, я буду снимать. То есть это уже как бы было… Такое, как бы, знаешь. Но… Окей. Я сюда входил, и я специально не поднимал голову. Потому что я так хотел это увидеть. И только здесь поднять, чтобы впечатления были свежими. Поднимаем. Вообще, когда я узнал, что мы будем в Детройте, это было место, в котором я хотел больше всего оказаться. Самое необычное. Из-за восьмой мили? Да, да, да. Так, если кто-то забыл, но это невозможно забыть, здесь разворачивается одна из сцен, когда первый удачный фристайл у Би Рэббит случается. Когда парковка, потом разборка с их оппонентами, и вот эти вот все дела. Это все происходит в очень известном месте. Важная достопримечательность, полуподпольная. Изначально это было место, где располагалась первая, или одна из первых мастерских, где Генри Форд разрабатывал тачки. Потом оно превратилось в театр. Там табличка есть про то, что Генри Форд здесь разрабатывал тачки. Потом это превратилось в театр. Театр, где выступали Элис Купер, Игги Поп и многие-многие-многие другие. Потом, когда город пришел в упадок, здесь сделали что? Парковку, ребята. В целом, у меня ощущение, что центр даунтауна — это вот место парковки. Парковка, да. Охренеть вообще. Важная вещь — в какой-то момент люди стали выезжать из даунтауна, из центра, из-за того, что машин стало много, а построен он был в то время, где их просто негде было парковать и ездить по этим улицам. И поэтому люди уезжали за город. И это место становилось очень опасным и превращалось в гетто. И вот для того, чтобы здесь снова можно было как-то существовать и жить, здесь и настроены все эти парковки. Визуально выглядит диковато. Да круто выглядит, суперкруто. Нет, я про вообще парковки по городу. Что их просто они тут, 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 тут. Ну и парковка здесь 40-60 баксов в сутки. Сейчас это как на экскурсию людей водят за 5 баксов. Мы же заплатили по 5 долларов с человека, чтобы сюда зайти. Я, честно говоря, очень переживал, что сюда попасть можно только вот как бы, что это будет коррупция. Вот. Но в целом это выглядит почти официально. Это даже не похоже на коррупцию, потому что 5 баксов платишь, и сюда пропускают. Но важная деталь, мы можем находиться только здесь, потому что там по вопросам безопасности быть нельзя. По причинам, ну короче, там опасно, и поэтому мы можем на этом кусочке находиться, а туда уже никаким образом проникнуть не сможем. Да, Варламов здесь было сколько, 4 года назад? Три. В ковид. И тоже за 5 долларов. Да, и туда... Инфляции нету. Но туда можно было пробраться. Ага. В те времена, видимо, она начала осыпаться и... Ну, как будто со времен фильма не сильно что-то поменялось. Блин. Выглядит все так же. Это чисто зависаловка такая, да? Блин, у меня вообще мурашки. Я не знаю, все время, когда я в каком-то месте, например, там был в доме Месси первом, знаешь ли, в доме первого Марадонны. Сейчас мы в месте, где снимали один из самых культовых рэп-фильмов и доставляют. Ты даже не понял, о чем речь? Нет, не сразу, но я потом вспомнил сцену. Это коровья голова. Когда они ехали, им от нечего делать, у них были пестики, которые с краской, они то ли перед, то ли после того, как обстрелять полицейскую машину... Перед, получается. Перед, да. Они обстреляли вот эту коровью голову. И она здесь осталась. Это одна из достопримечательностей Детройта. Еще раз, мы пытаемся разобраться. Мы не показываем здесь вот это то, что Детройт — это просто жесть. И мы видим, как много меняется, что действительно там в даунтауне много чего хорошего, хоть и многие не согласны. Но тут чувствуешь себя не по себе. Это была огромная проблема. Вот именно Сибири, точно. И моего поколения. Мои старшие классы, мой университет, мои первые курсы. Потому что они курили. Ну ладно. Yes. What is your name? Дженис. Дженис? Yes, I'm Yuri. I'm Yuri. Nice to meet you. You live here, in this area? Yes, I do. You think it's not a safety area, or what? It's safe. It depends. It is safe, in a way. But, I mean, if you have small kids like 16 to 17, that's the worst thing you worry about. What? Kids. Your kids you worry about. I can seem like I can protect myself. You get what I'm saying? Mm-hmm. But it seems like the kids. You know what I'm saying? The kids. And why? They don't have anything to do. We not. And to start at home, it's not just me. I'm not going to say I'm 100 parents. You know what I'm saying? I had to go to prison and come home and realize the mistakes I made. So when I came home to realize that I have two younger kids that I tried and I'm working with now to try to make them see things better. You know what I'm saying? Mm-hmm. That's what I'm trying to do. And I also work with my nieces and nephews to try to make things better. Yeah. And what it could be, for example? Some entertainment centers? What? Recreation. Something to give your mind to do. Okay. Everybody. This is a poor neighborhood. Everybody don't have a car. Don't have a car. Everybody don't have a car. So some parents trying to go to work and stuff. If we can get area for the kids to come after school and stuff and I get like pick them up. I don't have to have a brand new van. You can get a van that costs $3,000. You get what I'm saying? And be able to pick the kids up and take them to the recreation and bring them back. You get what I'm saying? Yes. But is it really a big problem that you have not a car? Just because in Russia… For sure. For example, if you don't have… I'm talking about a kid. For kids. For kids. 15, 16, 14. You get what I'm saying? Still not walking the streets like that because it's kind of dangerous. You know what my son said? My son told me, I said, Didi, don't carry no gun. Because if you carry a gun, you can go to jail. Uh-huh. He said, Mama, I'd rather go to jail than put my life on the line because somebody might kill me. So when I go in front of the judge, I'm going to tell him I wasn't trying to hurt nobody, but I had to have some type of protection. And that's how these young boys feel. Do your children have gun? It's a lot of kids out here that have gun. And how did they get them? They bought them themselves? Yes, they do. Or they buy them or they steal them from their parents or anything. Can they buy a gun on the street? Yes, they can. Yes? Yes, you can. You have all the same problems. You hold the camera too close to yourself. Here. Like your friend, Jack. Here. Here he goes. Hello everyone. Hello everyone, friends. This is beautiful. How much is it? Three. Three dollars. Three. Three. Of course I want. Thank you. Superlegenda. Горди Холл. Великий канадский хоккеист, который играл в город 50 с лишним лет. Смотрите, как снег сделан. Это лед. 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 Вау. Слушай, через еще он сделал. Здесь куча разных кафешек со всякими пиццами, хот-догами. И вот в России, в России, в России каждому хот-догу полагается такая штучка маленькая, как кетчуп или горчица, знаете, или майонез. Порционно. Три грамма. А здесь шесть разных соусов. И все, ребят, бесплатные, и все unlimited. Витя, вопрос, сколько у тебя в день может проходить? Да. Тридцать минут, час или чуть больше, чтобы ты не сравнивал что-то происходящее за границей с Россией. Мне кажется, это полезно очень. Ну, я все время думал, у кого... Мне кажется, это полезно? Нет, полезно. А может и болезнь, кстати. У кого что болит, тот о том и говорит. Знаешь такое? Вау. В самом центре Америки, в штате Мичиган, огромная табличка, посвященная русской пятерке. Ее называли. Russian Five она звучит, но вообще это, конечно, переводится как русская пятерка, не российская. Россия – это не't. Продолжение следует. А как ты выбрал эту теночку? Мне нравится татсу. Ага. А ты русский? Да. Ты знаешь об войне между Россией и Украиной? Ну я знаю об этом, да. У тебя какая защита об этом? Ну я поддерживаю Украину. Ты поддерживаешь Украину? Да. Есть ли у вас проблемы, чтобы поддерживать Украину и носить русские волосы? Нет, это не поддерживает Украину. Так что нет связи с Россией и с Россией? Нет, я просто поддерживаю один игрок. Я поддерживаю Россию, извините. Интересно, что американец, который поддерживает Украину, при этом стоит в российском джерси. Но он сказал, что я поддерживаю одного конкретного игрока, и я не поддерживаю Россию. Я думаю, смог бы сейчас просто американец, хорошо, или даже русский, ходить в джерси сборной Америки в Магнитогорске, условно. Это суперинтересный вопрос. Пока мы будем монтировать, я уточню это у пацанов, знакомых, которые занимаются хоккеем, были ли такие пейсы после начала войны, до них бы это долетало, потому что это было бы заметно. А если они скажут, что такого не было, давай мы просто попросим людей из Магнитогорска, из Екатеринбурга, из... Авангард уже играет в Омске? Он вернулся? Да, да, да. Из Омска написать, были ли такие кейсы за эти полтора года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И когда игра идет, если кто-то так близко, и кто-то подходит на борт, он его подходит в вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам сказали, что нельзя ставить здесь воду, когда игра начнется, потому что как только кто-то впечатается в борт, все перелетит сюда. Поэтому будем иметь в виду. Ох, охренеть нужно вообще, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед каждой игрой любого турнира, детского, студенческого, неважно, профессиональной лиги, играет таким Америки, и всегда везде показывают флаги вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне всегда было интересно, холодно ли на хоккее, потому что когда я ходил, было по-разному. Я был уверен, что в первом ряду уж точно холодно, но... Не, не холодно. Куртку, даже куртку удалось, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, так и нас могут встать. Будем ждать, пока в нас врежутся. УААА! Как это выглядит? Я шайбу увидел! Я верю в эту шайбу. Я тоже первый раз в жизни вижу на хоккей шайбу. Вот реально, ребят, знаете такие кинотеатры в Анапе и стоят 9D? Когда на тебя вода льется, стул трясется, вот это что такое, да? Ну что, ну это же такая, вот у нас такие места, вот такое. Все происходит! 3-0! Снежка насыпали, смотри! Ум, это не так. Я не верю. Детроиде очень круто. Детроиде очень круто. У нас последние 20-30 лет, все говорят, что Детроиде на ее пути. И 30 лет назад, мы уже близко к началу, где мы были. А, где мы были, когда? В дедеяне? В дедеяне. В дедеяне. Да, в дедеяне. Это просто масло, где бара и ресурсы, что мы вернем, потому что они делают пиццу друг с другими людьми. Сака! Да, чувак! Мы ютуберы, из России. Найс! Ой-ой-ой! Спасибо! Субтитры сделал? Да! Вот так он и поднялся, ребята, из-за меня. На американском, с американского аккаунта еще будут смотреть, а там есть монетизация. О-о-о! Тогда ты так и угощаешь. Ой-ой-ой! Сколько стоит 13? Охренеть! Салфетки стоило взять, да? Как в ресторане. У меня капает аж мясо, видел? Я с хуапенья начал, да. Ой, это была ошибка. Чье-то недопитое. САМАНОМА Выдохшаяся такой и теплая. Как я люблю. Ты смотришь, думаешь, со мной сейчас какие-то мутации будут происходить? Давай обнимемся. Мы зашли после перерыва. Весь стадион такой тихий, я думаю... Чего все молчат-то? А весь стадион одновременно играет в квиз, который транслируется на экране. Прикиньте, ребят? Индианаполис. А, Денвер, Денвер. Индианаполис. Индия. О-о-о-о-о-о-о! Нет, это... Ой! Мы сказали главное, что вся эта движуха, полные трибуны и огромное количество народу, которые тратят деньги, происходит на матче команды, которая 7 лет не выходила в плей-офф. Ну что, 5-й раз! что это полотенце мне кажется мы вообще пока детройту приносим удачу две победы из двух только на баскетболе выиграл Денвер а не детройт но это круто эмоции это все равно положительные были господи какой позор да ребят вот так и есть если что я вообще вне контекста мне кажется это стиль как считаешь ну да похож на гамбургера да синий но я согласен триколор белый синий красный просто у них не такие стилевые белый синий красный у тебя на руке это правда ты настолько любил вообще вот именно флаг тебе настолько нравился ты так настолько хотел его просто вот всегда при себе иметь или что ну да мне хотелось иметь флаг своей страны с рядышком ты думал ее сводить нет никогда я верю что когда настанет тот день когда Россия будет нормальным государством и этот флаг будет означать причастность не к тому государству которое развязало преступную войну а к государству которое заботится и о своих гражданах и о соседях и в общем делает все то что мне как ее гражданину хотелось бы видеть если смотреть твои видео то там считывается один очень частый прием ты берешь что-то в России как устроен там спорт и потом сравниваешь это как устроено в Европе и когда например смотришь видео там сравнение никеля и Киркенеса это ближайшие приграничные пункты Норвегии и России это выглядит ну круто когда ты впервые это смотришь выглядит классно очень интересно сумасшедшая разница не впервые в интернете это появляется но все равно всегда интересно посмотреть особенно в контексте спорта но потом у меня сложилось ощущение поправь если я не прав что ты этим пользуешься прям очень часто нет не часто а кроме никеля которые мы как бы засчитываем что это окей да мне кажется что я только глобальный еще один раз так делал мы сравнивали Россию и Германию да вот и Юр ну если если выпускать во-первых если выпускать только про паралимпийский спорт в России то это можно довести кого-то ну реально до суицида мне кажется просто что это толкает на самые ужасные мысли когда ты понимаешь как живут пара вообще инвалиды или люди с инвалидностью в России это вызывает мороз по коже просто это одна из самых страшных вещей которые я видел то есть знаешь когда у меня я поймал себя на мысли когда смотрел твой выпуск с Костюченко и она говорила про скажи пожалуйста про вот эту больницу ПНИ да про ПНИ когда она говорила про ПНИ и я я понимал о чем идет речь что и что можно вот это реально если ты будешь задумываться о том как живут инвалиды в России ты будешь разочаровываться вообще в жизни это во-первых и чтобы люди не сказали что это нормально и что везде так но это инвалиды ну слушай ну у них везде жизнь и сахар и чтобы разбавить вот этот вот этот ужас и тоску мы решили сравнить это с Германией это была моя идея и мне кажется что это намного полезнее и это отсекает аргументы что ну так наверное везде так тебе никто не скажет понимаешь а вот ну тебе скажут ну да но мы что-то там стараемся ну слушайте ну инвалидам не хватает внимания наверное на них просто ну это сложно а когда ты показываешь вот Германия ребят давайте и это вообще посмотреть по сторонам и сравнивать мне очень нравится я считаю что это очень полезно особенно сейчас особенно и и этого именно как бы упрека тире там претензий и мини претензий я честно не понимаю просто она возможно мелькает когда это происходит не только вот конкретный выпуск что мы конкретно сравним а просто в там твоих впечатлениях от чего-то я ловлю эти впечатления например когда мы с тобой тусуем сейчас по спортивным аренам да ты всегда вот и очень часто обращаешься к тому что ну у нас не так да ну у нас не так да как я тебе уже говорил я тебе повторю еще раз у кого что болит тот о том и говорит юр у меня болит сердце особенно сейчас очень сильно за страну особенно за людей даже как бы вот в первую очередь за людей я я это для меня намного понятнее чем страна вот и я всегда думаю о России даже когда нахожусь где-то за границей поэтому мне невольно у меня всегда это проскакивает в голове и я просто это из меня это льется и выливается постоянно я это делаю не специально но это мой мой ракурс я так смотрю на мир мне так легче и мне кажется опять же мне кажется что это очень полезно учиться и вот это бесконечное это же по сути как бы процесс глобализации вообще какой-то бесконечный вот у меня в голове то есть я хочу взять самое все самое лучшее что я вижу в Европе в Америке в Азии и я хочу интегрировать это в Россию я хочу чтобы так было в России но почему-то сейчас это вообще уже чуть ли не запрещено так думать знаешь у нас вообще-то все самое лучшее Юра ты просто не понимаешь то есть это такая это же это логика то есть это то от чего отталкиваются люди я хочу сказать нет ребята вот смотрите что-то здесь как-то это пандусы из трамваев выходит да мужик говорит а у нас вот здесь в этих где он там влюблено или где или в Дмитриеве не помню чувак через сугробы добирается еле как в такси из спортивного центра у нас тоже есть этот пандус значит ну ни хера никто его не почистил уже в прошлом веке чистили и знаешь для меня это очень удивительно им когда я сам общаюсь с одними и теми же группами людей в Европе например и в России мне это очень много вещей объясняет или подсаживает какие-то мысли в голову мне это самому нравится мне нравится поговорить с тренером по теннису по большому для людей там на колясках в Германии и в России и о чем они думают какого характера проблемы они решают какие у них мысли чем они озабочены вот я тебе приведу к примеру меня очень удивил тип он работает в Германии он тренирует паралимпийцев вот как раз по по большому теннису на колясках это кстати довольно таки зрелищный вид спорта и это выглядит это то есть это не вызывает жалости точно хотя я знаю что у многих и многие не смотрят эти вещи потому что они вызывают жалость и как раз таки одной из задач было показать что это блин это круто это технологично в целом посмотрите это как бы спорт в любом случае это все и этот парень тренер молодой тренер что-то ему лет 29-30 он меня подвозил он живет в Кельне и он занимается с этими паралимпийцами и то есть у него жизнь устроена так что у него есть время подумать то есть его главное его беспокойство по поводу Германии было то что он говорил блин вот меня бесит правительство потому что немецкое потому что они строят дешевые дома с дешевыми квартирами только по окраинам Кельна они не строят дешевые ЖК доступные для людей внутри города в центре кстати как возможно и здесь в Детройте он говорит что вот представь Виктор если бы делали доступное жилье внутри богатых районов или там центра то люди богатые и бедные они находились бы в одной среде они смешивались если бы люди если бы не было такого как раз расслоения общества если бы бедные жили не с бедными а богатые не жили с богатыми это бы решило какие-то вопросы он считает и это говорит тип тренер по большому теннису который тренирует просто инвалидов то есть у него в жизни настолько все хорошо что он может себе позволить думать о таких вещах понимаешь о чем-то глобальном да о чем-то глобальном о чем-то крутом о чем-то свежем а у нас в этот момент тренер просит скинуться на коляску на эту потому что у нее нет инвентаря у нее нет самых основ у такой же тренерши которая тренирует еще и лучше спортсменов чем тот тип из Германии но она решает совершенно она когда она будет когда она будет думать вообще вот о таких материях и сначала нужно обеспечить себя всем каким-то минимумом спортсменов и только потом уже переходить к каким-то более глобальным мыслям понимаешь и мне кажется вообще очень важно вот это показывать и рассказывать что люди решают вообще другие задачи вообще Кто такой Стив? Я летел на самолете из Детройта в Майами рядом со мной сидел мужик мы с ним познакомились пообщались и после того как он рассказал мне историю своей жизни мне показалось что он может стать классным проводником для нас с тобой в Детройте он провел почти всю свою жизнь в Детройте был наркоманом жесточайше сидел на героине нарушал закон но потом в какой-то момент ему явился бог он стал пастором и после этого организовал сделал организацию которая помогает людям находящимся на социальном дне да они занимаются реабилитацией как я понял и помогают наркозависимым бездомным в общем идеальный проводник по Детройту мне кажется по темным уголкам Детройта да где мы сейчас это Детройт гетто в Детройте Детройт штат Мичиган и один из самых бедных районов города этот район был одним из самых опасных во всем Детройте когда мы приехали сюда здесь были наркоманы проститутки убийцы люди вышедшие из тюрьмы вот с кем мы пришли работать но нам нравится идти туда куда никто не хочет идти любить их видеть как они приходят к Господу обретают свою жизнь меняются обретают надежду на мир живут дальше больше больше не попадают в тюрьму не убивают людей завязывают с наркотиками потому что люди сидят на героини с педах и креки в Детройте и вокруг него очень многие умерли от наркотиков давайте вспомним что было раньше я правильно понимаю что много лет назад этот район был довольно хорошим что именно здесь было да в двадцатые-тридцатые годы он был очень хорошим долгие годы наверное вплоть до шестидесятых годов здесь было очень красиво везде жили люди дома были повсюду здания бизнес были повсюду я помню дома которые были потому что мы прожили здесь 30 лет и именно во время беспорядков 67 года я был тогда тут все вдруг начало меняться у черных были проблемы с белой полицией и все это нарастало мы можем сходить на место где начались беспорядки это на углу 12 и Клэрмонт в другом районе и все началось там и я помню как весь город был в огне то есть везде был огонь а вы в тот день были в городе? да я был в городе пять или десять дней полиция и власти не контролировали город о да дней пять погибло много людей я видел как полицейского сбил черный парень я был тогда на улице был тогда наркоманом и был посреди всего этого я стоял на углу и много чего произошло я стоял на углу Сикс Майл и Либерал там был ювелирный магазин вдруг налетела толпа черных парней они выбили стекла схватили все драгоценности а по главной улице ехали Кадиллаки здания горели и они врывались внутрь магазинов я видел как ехали Кадиллаки с отхитным верхом открытые машины и сваливали холодильники или шубы все воровали все все было бесплатно для всех и они просто разрушали город воруя сжигая все весь город был в огне в основном черные ну было несколько сумасшедших белых но в основном это были черные этот период считается одним из тех когда состоятельные люди начали уезжать из города да многие это называют белым бегством это термин они начали покидать город очень многие белые покинули город потому что многие из них были напуганы многих дома сожгли они боялись за свою жизнь поэтому они уехали за восьмую милю знаете я вчера говорил о том что восьмая миля была как бы разделительной линии между городом Детройтом и пригородами Стив это здание позади нас раньше было одной из самых больших фабрик в Америке верно? в Америке да это старый завод Packard я не знаю точно в какое время его построили возможно в двадцатых годах но в пятьдесят седьмом году он официально закрылся но Packard был классическим автомобилем как и Cadillac это был очень хороший автомобиль но из-за проблем с производством и всего прочего они в конце концов закрылись но это был очень хороший автомобиль сейчас завод выглядит так он заброшен это самый большой заброшенный автомобильный завод в мире да, прямо здесь почему? почему заброшен? ну потому что, как говорят в Америке, дела пошли наперекосяк может экономика, может внутренние разборки, но он рухнул компания закрылась, они прекратили работу но в одно время здесь работало больше тридцати тысяч человек на всей территории каждый день даже то место, где мы стоим, было частью завода Packard его сейчас плановерно сносят, так что очень скоро все это исчезнет все это тоже было заводом Packard прямо здесь даже здесь, да? даже здесь, за последний год-два это было снесено и там тоже снесут это один из символов депрессивного Детройда да, верно, очень-очень-очень большой символ и появились ломовики, которые, можно сказать, устроили тут сбор урожая только отсюда наркоманы натаскали металлолома на миллионы долларов они каждый день тут вы видите, окон нет, все металлическое почти исчезло на этом заводе было очень много безумных историй там есть дома верно даже с американскими флагами там до сих пор живут люди да, до сих пор живут очень-очень бедно низшая часть общества, которую можно увидеть в Детройте вы видели, в некоторых зданиях даже окон нет все разваливается, веранды сгнили, крыши проваливаются но люди там живут, потому что идти больше некуда и мы говорим про сотни или тысячи людей? много-много людей Детройт очень большой это только одна часть нижнего иссайда но есть еще и южная сторона, которая тоже разрушена вся западная сторона Детройта пустует и заброшена там везде в Детройте, а он огромный мы можем часами ездить в любом направлении, и это просто катастрофа и что делает американское правительство, чтобы справиться с этой проблемой? знаете, что это означает? ноль почему? они ничего не делают люди просто умирают богатые богатеют, бедные беднеют, а бездомные вы знаете, в Лос-Анджелесе в Лос-Анджелесе вы видите многих на улицах здесь все плохо, но не так плохо, как в Калифорнии но все равно плохо бездомные есть везде, все на наркотиках, алкоголе как в индейских резервациях в Южной Дакоте, в местечке Монда Дни безработица составляет 80-95% это где была известная последняя битва коренных американцев на территории США 350 невинных мужчин, женщин и детей были убиты правительством США в 1890 году это очень печальная история мы работали с этими людьми, но 80-95% безработицы люди бедные они ничем не занимаются, только занимаются сексом друг с другом многое растление детей, алкоголя, наркотиков и группировок могу рассказать историю, как недавно покончили самоубийством люди, с которыми мы работали это просто ужасно, будто страна разваливается на части ты рассказывал, что белые покидали Детройт а почему твои родители и ты остались? ну, я остался, потому что я из города я вырос в городе, для меня не было проблемой находиться рядом со всем этим сумасшествием ты был наркоманом? а, да, я был наркоманом и было нормально находиться в центре безумия я был в наркопритонах по всему городу меня арестовали за все от угона машины в 13 лет до продажи травки меня арестовали за продажу травки, когда мне было 16 лет это было примерно в 1965 году я сбежал в Калифорнию, когда мне было около 14 лет в Сан-Франциско я добрался автостопом отсюда до Сан-Франциско там подсел на травку это долгая история, но в итоге я вернулся сюда и начал подсаживать своих друзей вместо травки начались спиды, потом барбитураты, ЛСД, мискалин мы работали с химиками и начали торговать наркотиками и спидами люди начали подсаживаться на тяжелые наркотики, а я начал нюхать клей так я и начал потом перешел на травку, но одно сменялось другим знаешь, открываешь одно и не получаешь удовлетворения, пробуешь другое и к 17 годам я подсел на героин так я стал героиновым наркоманом и я продавал наркотики, чтобы получать наркотики чтобы поддерживать привычку и это была ужасная привычка я получал заместительный метадон для героиновых наркоманов лечился в трех клиниках одновременно я не приукрашиваю, лечился в трех клиниках одновременно как-то в четырех у меня были разные документы я получал до 160 миллиграммов в одной клинике и я стал настолько зависим, что мне нужно было больше приходишь в клинику, его не хватает идешь в другую клинику все дни напролет, как больная собака принимал метадон, но все еще употреблял героин я был 100% под кайфом 13 лет своей жизни да, в прошлом мы разводили костры раньше тут строения были, но здесь у нас был костер и люди сели вокруг с трубками, иглами и коробками всякого разного разного для кайфа они приходили сюда, к Господу чтобы сердце встало на место и они бросали иглы и крэк прямо в огонь похоже на ритуал да и был еще один парень, вы слышали о Кис Кис Бент вы имеете ввиду группу Кис? да, группа Кис так вот, мы сидели и приходит парень Блин, огромный здоровенный и очень зло весь в гриме Кис в одежде Кис пришел сюда он был сумасшедшим и рычал большой сумасшедший он жив по сей день кстати он подошел и мы помолились за него дьяволы вышли из него и он повернулся к Господу он снял всю одежду Кис бросил в огонь да сумасшедший чувак в общем этот дом в 1998 году был наркопритоном здесь жили наркоманы продававшие наркотики я связался с владельцем они не платили за аренду но продавали наркотики так что мы купили у него этот дом за три кажется тысячи долларов это было очень дешево но наркоманы не хотели переезжать так что у нас были проблемы иногда приходилось вытаскивать их оттуда некоторые были очень опасные сумасшедшие но мы должны были делать то что должны были делать чтобы сохранить дом в общем мы привели его в порядок и стали размещать в нем людей которые были бездомными или только что вышли из тюрьмы которым некуда было идти одно время в этом доме жили 25 человек вы говорили что здесь рядом были похожие дома что с ними случилось да такие же дома были повсюду когда мы здесь появились они один за одним сгорели как сгорели наркоманы героиновые наркоманы один из способов добыть денег продать лом металл на свалке так они получают деньги и наркотики на это они и живут ломщики в таких домах много металла? не много ну провода есть в старых мало металла но наркоманы что они сделали во всем этом районе точнее в районах на многие мили они просто жгут костры каждую ночь такие большие костры что после того как пожарные уезжают все просто превращается в пепел тогда любой металл легко достать и они брали его шли на свалку получали деньги покупали наркотики и продолжали жечь каждую ночь вот эта вся местность сгорела это единственный сохранившийся дом Алекс ты родился в Молдове но прожил почти всю жизнь здесь да и мне был год когда я приехал сюда мы хотим с тобой поговорить про Детройт как он устроен он по-прежнему в упадке или у него ренессанс как ты это ощущаешь? что с городом? он очень быстро растет здесь много людей даже в Нью-Йорке я видел я туда в Нью-Йорк поехал и в Бруклене есть эти знаки езжайте в Детройт там лучше типа как граффити? нет, билборды реклама если художник или музыкант какой-то здесь город быть потому что он маленький что можно быстро имя твою как бы прославиться да если твое имя здесь большое так ты можешь уже везде уже все знают твое имя так так не надо ехать в Нью-Йорк или в Чикаго или Л.А. можно здесь сначала начаться потому что здесь дешевле чем там ну это американская штука видишь что можно ну как бы в целом не обязательно ехать в один из двух главных городов чтобы что-то сделать так ведь? да мне вообще это непонятно как раз таки знаешь у нас вот я из маленького города из Сибири и у нас все мечтали просто все мое окружение мечтали попасть в Москву и даже не то что там добиться чего-то тебе не обязательно чего-то добиваться в Москве если ты в Москве то все ты успешен там даже дальше не уточняют чем ты занимаешься в Москве значит ты красавчик здесь такого нет есть но не так как было особенно с интернетом там тебе не надо ты можешь делать музыку если ты музыкант тебе не надо никакой студии не надо идти в Нью-Йорк в National ты помнишь коровью голову из восьмой мили? да мы заехали туда днем пару дней назад да и нам очень не понравилось да там вот ощущение абсолютной такой вот вот пугающей тишины угу каждая машина которая проезжает и видит нас с камерами просто либо тормозят останавливают спускают стекла спрашивают что как да и самое главное на заправке на заправке вот эти знаешь ставни пугающие да 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 все закрыто потому что понятно что видимо здесь стреляют да и как бы так сказать наше появление на заправке оно тоже вызвало такой вот вот резонанс немножечко нас напрягший да что это за места? это бедные места здесь когда люди говорят про Детройт они обычно говорят про этот midtown здесь downtown и уже немножко там восточный маркет есть и cork town Детройт больше чем Сан-Франциско Бостон и Филадельфия вместе это area square footage ну люди только живут в такой маленьком месте все остальное они не дают там деньги они ничего не делают чтобы строить построить там лучше жизнь для жилцов они просто строят здесь вокруг потому что gentrification не знаю как это по-русски сказать так и будет gentrification все это из-за капитализма да да это из-за расизма это не капитализм только это расизм это в 60-х годах был riot да 67-й год да и все белые вылетели white flight и оставили здесь бедных и до этого они не разрешили им работать они не разрешили покупать дома называется redlining черных не разрешили покупать дома не давали им loans не давали им mortgage и они самые опасные работы фабрики делали и так и осталось как они не образованные никакой education здесь они не ставят деньги в город ты можешь заехать на восьмую милю? да потому что я знаю где места это проблема с Detroit это как как сказать pockets это карманы хорошее место и прямо на другую улицу не хочешь туда нельзя туда вот что значит другая улица то есть есть опасное место это значит что ты можешь там проехать только на машине да а выйти из машины если хотите можно если никого нету вокруг у меня двоюродная сестра сколько лет тому назад 10 лет тому назад ходила вот здесь она была в университете здесь главный и кто-то ее пришел и поставил пистолет да мне все деньги вот здесь прямо в центральный город это уже не происходит в центральном но если немножко 5 минут на Водворде на север плохие районы полиция огни конечно играют так что как будто ты в кино кому-то очков в этой машине нет езжайте прямо а потом сдавайте назад делайте вид что не понимаете что происходит это типичная ситуация да может они просто проверяют у них водительские права нет он проверяет их вытолкали из машины они нарушили что-то но машины у них хорошие да может быть наркоторговцы обычно у наркоторговцев здесь всегда хорошие машины много наркотиков много крека и героина вы чувствуете себя в безопасности в своем родном городе я? я в безопасности на сто процентов как? Бог имеет значение это правда у меня после этой заправки по всем людям здесь один вопрос у тебя есть пушка? нет а почему? я не думаю что мне надо у братья есть ну так он пока придет твой брат уже все закончится я просто я просто я привык в городе я знаю куда они идти ну я не знаю просто я думаю если бы я здесь жил я бы только со стволом гонял да можно так люди так ходят так ну я думаю если у тебя уже есть ты ищешь проблемы ну так это ты смирился с тем что есть места где ты относительно безопасен да где тебе относительно безопасно а где куда ты не ходишь да и ты просто так живешь да а что делать в Шикаго то же самое там в Шикаго районы где нельзя идти так мы не идем вот это здание называется буктауэр и она долгое время была одним из символов запустения Детройта по состоянию на 2015 год в Орламус а дважды приезжал мы по нему ориентируемся да вот он приезжал сюда в 15-м году и там было совсем все люто а сейчас здесь реконструировано отель французский ресторан насколько я знаю внутри все совсем по-другому мы живем в даунтауне и в целом норм можно ходить и даже не бояться что тебе как бы настучат по репе да не то что норм это как бы по каким меркам норм супер вообще ну да все блестит и все остальное в центре как бы большого там европейского города 10 лет назад мы бы так не походили там да что было бы надо бы в машине поехать а так же как на восьмой миле сейчас да в машине ехать и только выходить в то место где вы хотите идти в клуб или в ресторан или что-то когда был банкрот они поставили они забрали мейер и поставили государство губернатор поставил сам свой человек сюда not elected они не выбрали его внешнее управление да или слышал да хороший для нас это просто something ordinary да 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 а здесь никогда то не а банкрот а как вот был банкрот он как на жизни простых людей сказался я не думаю это все жили как они жили ничего это государство их не эффект что они делали это продавали землю за копеек и они хотели чтобы люди покупали потом develop это деньги потому что там было такси которые не заплачены как это было как называть линз на этом лэнз где государство и банк этот считают foreclosure basically так они хотели за пять тысяч что можно купить дом и снести его и построить новый но никто не хотел потому что эти районы еще опасны а здесь же по-прежнему есть дома я видел объявление на сайте недвижимости дома где ты можешь купить за три пять тысяч долларов уже наверно нет уже потому что уже деньги вселили в детройт и уже как сказал рент здесь не такой дешевый это было десять лет тому назад пять лет тому назад а теперь построили новый стадион это где хоккей и баскетбол играет там были квартиры прямо через дорогу мог купить в 2010 год за пятьдесят тысяч теперь четыреста тысяч мы были на хоккее на матче Detroit Red Wings вышли в коридор поболтать с людьми и неожиданно к нам обратились на русском языке это был Борис который живет здесь с середины нулевых то есть уже больше пятнадцати лет и мы коротко с ним начали говорить что мы здесь делаем и спросили ну как вам Detroit и Борис сказал что просто супер и мы решили с ним встретиться чтобы он объяснил что же именно нравится в этом городе с такой сложной репутацией да мы договорились на ты что тебе нравится Борис во-первых я приехал в Detroit ради автомобильной культуры я как бы автомобильный дизайнер и мне это интересно поэтому в Detroit школа автомобильная которую я закончил в Detroit General Motors Ford Chrysler все самые известные американские автомобильные студии не смотря на то что как бы все было гораздо крупнее то есть несмотря на то что там в середине прошлого века они отсюда ну производство сильно снизилось все равно что-то осталось осталось много и главное осталась культура автомобильная здесь есть в августе очень классное событие называется Dream Cruise очень рекомендую посмотреть это такое абсолютно спонтанное событие когда по Вудворду едут просто кабалькады бесконечные кабалькады машин частных старых переделанных очень рекомендую очень круто такой фестиваль автомобильной культуры длиной на весь уикенд значит смотрите вот сам Detroit грубо говоря здесь Detroit опасный он вот здесь центр у реки downtown привели в порядок то есть раньше это был просто трэш-трэш сейчас все гораздо лучше да за центром опасно или грустно очень сильно а за опасным и грустным начинаются начинаются пригороды и в пригородах газончики американская мечта средний класс прикольные машины ну да я правильно сейчас записал по-моему да что это? это Michigan Central собственно железнодорожная станция это один из символов всегда был развален Детройт запустение Детройта поскольку если я ничего не путаю в 88 году отсюда последний поезд ушел и все и он заколоченным ставил все это время да он не просто заколоченным он был с выбитыми окнами залитым бейсментом там люди на коньках катались ну по приколу зимой когда все подвале сейчас его купил форт и восстанавливает это будет как центр бизнеса я не по-моему здесь даже какое-то помещение будет у Google а они делают бизнес-центр и будут под офисы это сдавать в том числе а у спорта здесь есть социальная функция вот грубо говоря когда у нас речь про промышленный город который там с большим количеством проблем с не самой богатой культурной жизнью там спорт существует в том числе для того чтобы людям было где выпустить пар здесь по-другому? окей мне в твоих словах слышится какая-то искусственность как бы вот кто-то придумал и это им подсунул чтобы им было куда пар выпустить мне кажется это я это вижу как абсолютно органичный процесс то есть просто в американской культуре спорт это и командный спорт это огромная важная часть американской культуры это то о чем все всегда говорят то есть при встрече с незнакомыми людьми люди говорят про погоду и про спорт не про политику ну после того политика мне кажется скорее спорт потому что политика как бы более то есть это естественно происходит да ну да то есть то есть в промышленном городе так много спорта потому что просто у людей есть на этот запрос да как на все не так много но опять окей в Москве я помню в театре ходили здесь немного не так много. Но здесь больше интереса к спорту. Мы в районе Брашпарк. Один из старейших и самых богатых районов Детройта. Но он опустел после Второй мировой войны и по состоянию на 2015 например год выглядел вот так. Сюда приезжали люди и фиксировали, что вот с одной стороны особняки в духе просто Парижа, а с другой стороны запустения, абсолютно пустые участки и земля, которая не используется никак. В 2023 году, а мы встречаемся именно сейчас, многое изменилось. Ты видел, сколько здесь строятся недвиги? Да. Ты видишь, какие припаркованы машины? Я вижу какие-то голландского стиля домики. На Голландию похоже. Да, или на Подмосковье. В Подмосковье таких домиков тоже... Там я и не был. Ну, все впереди. Вообще, когда в центре находишься, нет какого-то ощущения, какого-то дискомфорта, что это какой-то опасный город или какой-то неразвивающийся город. То есть это это, короче, я понял, что это плохой город по меркам Америки. То есть если бы по меркам России, это был бы классный город. Выше среднего. Ну, объективно, нет? Ну, блин, у нас много ли городов, где такие окраины есть, куда ты приезжаешь? Не окраины, точнее, а район, куда ты приезжаешь, и страшно. Нет, это... У нас есть, конечно, много таких городов, но я имею в виду процентр. Я имел в виду центр. Но тут, прибегая к твоему любимому приему, можно сказать, что это тоже же аллюзия на многое из того, что нас окружало и окружает в России. Когда что-то приведено в порядок или приводится в порядок, а что-то подальше, это мы как-нибудь... Там не приведено в порядок. Сто процентов. Одно из моих таких ярких детских воспоминаний, это когда в Томске проходил российско-немецкий саммит. Приезжала Ангела Меркель и Путин. И на улице, на которой я жил, стояли деревянные ужасные дома, которых в Томске очень много фонда, старого фонда. Прямо бараки. Ну, прям двухэтажные избушки, прям в очень-очень плохом состоянии. Если их можно... Ты легко можешь найти в интернете, как это выглядело. И они растянули вот просто баннер, просто рекламный, огромный, с изображением домов. То есть, понимаешь? Фасада. Да, фасада. Видимо, потом какая-то приехала проверка, ну, думают, нет, ну, ребят, ну это вообще чересчур, давайте что-то другое. И они отделали со стороны дороги только все эти дома... Сайдингом. Сайдингом, да. Прикинь, я просто охерел. И вот так вот чуть-чуть ток. Ну, то есть, прям вот поворачиваешь секунду, и там сразу дерево. То есть, они даже не по бокам, а вот именно как машина едет. То есть, это потемкинские деревни. Вообще вот просто, вот прикинь, сколько лет прошло, ничего не поменялось. И эти дома так очень-очень долго стояли. С одной стороны, чисто сделанные сайдингом и такие, знаешь, приличные, а все вокруг там было просто в мясо вообще. Вот знаешь, прикольно, что в то время, в Томске, ну, то есть, все понимали, что это как-то дичь какая-то. Даже семилетний день. Что так работает. А я это понимал от взрослых, ну, просто от людей вокруг. Ну, и, конечно, я это тоже понимал. А что это такое там? Я не помню сколько. Может, я был чуть постарше. Может быть, прям сильно старше. Я не знаю. А ты понимал, что это лажа? Я понимал, что это чуть-чуть, типа, а ты, хорошо, а зачем? То есть, ты просто не хочешь, чтобы другие видели, что у тебя какие-то херовые дома в городе. А ты не хочешь поменять эти просто дома? Просто сделать нормальные дома? Что тебе это стоит? Или ты только не хочешь, чтобы какие-то люди не видели? И вот это непризнание каких-то своих там ошибок или недочетов, когда ты не можешь сказать, ну, вот я херовый, да, вот. Слушайте, ребят, ну вот обосрались. Мы даже с этого шага не можем никак уйти. А я считаю, что это очень важно нам хотя бы, вот хотя бы людям сейчас, хотя бы, если мы говорим даже о спорте. Ну, признавайте, начните, давайте хотя бы оттолкнемся от того, что признаем, ну, ребят, вот здесь пиздец. Вот это катастрофа, например. И исправлять. Ты думал об отъезде после того, как война началась? Вообще думал, да. У меня даже, у меня были варианты, меня звали в несколько футбольных клубов за заграничных работать. Кипр? По знакомству. Один на Кипре, да, один в Андорре находится. Мне кажется, что будет правильнее, если я буду находиться в России, если такие люди как можно дольше будут находиться в России. Я отдаю себе отчет, что у огромного количества людей, намного более талантливых и профессиональных, чем я, нет возможности снимать в России. И я не могу пренебрегать такой возможностью. То есть это будет своего рода слабость и какая-то, не знаю, ну, лично для меня это будет предательство. При этом я полностью осознаю масштаб того, что мы делаем. Это никакие там, не миллионы и все такое. Просто мы делаем то, что можем. Сколько смотрят, столько смотрят. И слава богу. И первые примерно 9-10 месяцев я это все снимал с надеждой и жил в России с надеждой, что что-то изменится. У меня было такое наивное, искреннее чувство. Очень, конечно, оно было, как оказывается, не подкрепленное ничем и ошибочное, очень ошибочное мнение. Но я реально считал, что мы можем что-то изменить. Поэтому вот сейчас мы там все вместе с разных флангов. Я здесь вот так. А потом случился момент, когда после которого все, что мы делаем сейчас, я для себя лично объясняю, что мы это делаем просто на потом все. Все на потом. Посмотрят потом. Чтобы у людей через 10-15 лет, кто захочет разобраться, что вообще, как там, не знаю, 20 лет назад происходило. И может быть кто-то найдется, Вадим Лукомский какой-то, который подумает, интересно, а вот в это время, что в российском в спорте происходило, о чем люди думали. То есть мы же показываем, по сути, мы, конечно, находимся в рамках спорта, но мы стараемся говорить о какой-то реальности. Ну, документируйте. Да, мы просто, да. И сейчас, вот я как могу вместе с своей командехой, мы как можем просто документируем все процессы эти, через призму спорта. Просто и все. Вот. Я это себе объясняю, что, ну, потом. Потом поймут, потом посмотрят, я так думаю, знаешь. Первый выпуск, который мы сделали, это было просто слепок всех событий, которые происходили в марте 23-го года в России. Это был самый сложный для меня выпуск и с отрывом самые сложные съемки в моей жизни. Там есть несколько локаций, для которых, ну, для меня это было больше, чем я могу вместить в себя в плане эмоций. Например? Например, мы приехали, тогда отстранили паралимпийскую сборную от пара Олимпиады, и она вернулась из Китая домой. Они так и не выступили. Они, то есть, прилетели в Китай и сразу же улетели в Москву. И их встречали в Шереметьево, в терминале Б. и мы приехали снять, как они, вот эти люди возвращаются, снимают. Мы приехали снять, как встречают этих людей. И для меня это было вообще, это просто, Юра, это просто, это одна из таких, это был такой эмоциональный удар. Это было больше ста паралимпийцев, которые только что прилетели на самолете в Москву. Они летели там типа 8 или 9 часов, а до этого они еще в Пекин летели. То есть, это люди с инвалидностью, просто большая толпа людей с инвалидностью, которые провели последние несколько суток в самолете или в аэропортах. Потому что они все, это важно, часть этой команды была на сборах, например, в Австрии или в Швейцарии, когда началась война. Они должны были оттуда вылетать в Китай, но пространство над Россией закрыли или что-то там с самолетами закрыли. Аэрофлот их встречал в итоге в Стамбуле, потом они еле как добрались до Китая и потом им сказали «Все, идите нахер, вы выступать не будете» и они полетели в Россию. То есть, вся эта команда это были дико уставшие с дороги люди из последних сил вообще, которые еле добрались. Кто-то на колясках, кто-то слепые там. И их встречали вот таким с таким размахом, с каким-то концертом, какие-то непонятные люди говорили какие-то непонятные вещи, типа «Да ничего страшного! Да похер на эту Паралимпиаду!» Они нас просто боятся, просто не захотели с нами соревноваться. У многих это была мечта всей жизни. Ты представь, как живется вообще в целом человеку с инвалидностью в России. А тут еще такой удар. Их пришли встречать родственники, которых не пускали к этим спортсменам, пока шла вот эта вся официальная часть. Они все вот так вот, кто там с домашними этими колясками, чтобы пересадить людей, они не виделись месяцами, их не пускали, они были за ленточкой и ждали. Мамы, папы, братья, сестры, друзья. И я вижу, как эти спортсмены, они пересекаются взглядами, то есть они хотят, хотят уже, хотят к своим родственникам. И тут просто, прикинь, проходит эта часть где-то минут сорок и объявляют. А теперь для вас поет Олег Газманов. И просто вот эта вся толпа стоит на сцене, замученные люди, которых еще начинают пытать этим Газмановым. И он вот это начинает «Россия, Россия». То есть он там исполнил свой еще какой-то репертуар и только после этого их выпустили с этого мероприятия к родственникам. Я смотрел на все... То есть там был я и телеканал «Звезда», и там ТВ-3, там вот эти все люди, которые пришли с задачей показать вот этот праздник, а я пришел показать вот эту боль, вот эту катастрофу, что произошло с этими людьми. И я себя чувствовал каким-то предателем, понимаешь? Вот я себя ощущал каким-то вот реально, что типа я что-то не то делаю, знаешь? Что вот здесь вот какой-то праздник, настолько это вот чувство диссонанса, и мозг не знает, как его интерпретировать в голове. Как бы я-то понимаю, что это все правильно делаю. То есть я делаю то, что считаю важным и нужным. А из-за вот этого всего сюра, из-за этого Газманова там немов выступает, знаешь, который там тоже какие-то речи говорит. И вот это вот все... Да ладно, все хорошо. Я думаю, да какое, блядь, хорошо? Че хорошего-то вообще? И вот там столкнулся с тем, как работают вот эти вот заказные... как работают нужные слова, которые нужно сказать. Там выпустили на какого парня на сцену, он был в линзах, знаешь, вот линзы вот такенные, когда... Ну просто видно, что у чувака огромные проблемы со зрением. Это, видимо, был один из спортсменов. И он вот так вот вышел, и он что-то... что-то должен был сказать, какие-то слова, которые ему, видимо, науськали. И он вот так вот трясется, и я поддерживаю. Вот так. И просто уходит. Понимаешь, он растерялся, просто он не смог. Вот этот посыл ему, типа, скажи, что все там нормально, скажи, что всех поддержишь. Видимо, он должен был сказать, что там я поддерживаю Россию, там, не знаю, все классно. Вот. И вот в этом сюре мы и варимся. То есть вот с этим я, собственно, и... и борюсь как бы с вот этой вот нормализацией. И всю свою... как бы всю свою деятельность я ставлю перед собой вот такую задачу. Потому что мне кажется, что это... все, что происходит и в спорте, и в стране, это ненормально, и об этом нужно и важно говорить. И я пытаюсь своими выпусками как раз-таки показать людям хотя бы, что не все так, ребята, хорошо вообще, если что, на секунду очку. На этой фотографии правда Земфира? Да. Мы приехали болеть за Дашу на Ролан Гаррос с Ренатой, за Дашу и Андрея. Потому что мы до сих пор очень хорошо общаемся, ребята нас пригласили, мы были в Париже. И мы сидим в лофте для игроков, и там только игроки и гости, которых приглашают игроки. И заходит Земфира, садится за соседний стол, через пару минут подбегает Даша, закрывает мне сзади глаза, мы начинаем обмениваться с ней какими-то фразами, и она мне дает расклады по поводу игры, по поводу соперниц, рассказывает какую-то там стату, знаешь, и говорит, ну все, все, давай, там чмокнула, и убежала играть. Земфира просто поздоровалась. Земфира, видя то, что к нам только что подошла Даша, маркирует нас, с Ренатой свои, подходит, и я охренел от глубины ее вопросов про теннис, и я ей просто пересказал все, что только что мне сказала Даша, потому что я вообще ни хера не понимал то, что она спрашивает. То есть, типа, она играла с украинкой, блин, забыл фамилию девчонка, тот матч, вроде бы, если я не ошибаюсь, это матч, который она проиграла, как раз Даша проиграла. Светолиной? Да, 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 и типа, там, знаешь, процент второй подоги, дачи Светолиной, какая, какая там стата, то, что мне Даша только что рассказала, что до этого она ей там шесть раз, я тупо пересказал все. Симулировал знания? Ну, поддерживал, как мог, разговор, я бы сказал. Изо всех сил поддерживал разговор. Вот, и в какой-то момент она говорит, ой, ну, можно с вами сяду, мы селись за один стол, и знаешь, меня поразило, во-первых, я потом, знаете, говорю, блин, на Земфира странно в таких шмотках каких-то странно ходит, кофта какая-то порванная. И она говорит, что, дебил, это, блин, сяга за 3000 евро. Уф-ты, я даже не признал. И она, она сидела, мы там буквально минут 10 сидели за столом, и Земфира, сидит, сидит Земфира, и в этом лобби для игроков на Раунга Рос курит сигарету, и пепел сбрасывает в руку. Просто как рок-стар вообще жесткий. Я не знаю, это так круто смотрелось. То есть она не нашла, не было пепельниц, там можно было курить, но не было пепельницы рядом, и она не обломалась вообще, просто сидела и в руку себе пепел скидывала. Весь контент после начала войны у тебя, так или иначе, если не связан с политикой, то, по крайней мере, каким-то образом она там отблескивает? К сожалению, да. Тебе это не нравится? Мне это очень не нравится, я очень от этого устал. Конечно, мне это не нравится, Юр. Мы снимали, до этого мы снимали, как в Эфиопии люди бегают. Мы кайфовали, получали удовольствие, у меня была работа мечты. Моей, которая не мог представить, что я буду заниматься. Я путешествовал по миру и снимал про спорт, который я обожаю. То есть лучше не придумаешь. Это, знаешь, это реально, как если бы можно было выбирать какую-то симуляцию из своей жизни, я бы выбрал вот это. И это то, что со мной не должно было происходить. То есть я к этому пришел благодаря в первую очередь огромной удаче. И то, что просто я оказывался, я знакомился с классными людьми. А потом все изменилось, конечно. Почему это произошло? Тебя спросят. Ну, продолжал бы ты дальше снимать чисто спортивное. Есть огромный спортивный YouTube, где жизнь бьет ключом и, в общем, люди про войну не говорят. Есть развлекательный YouTube. В чем проблема была дальше снимать про спорт? Не представлялось возможным вообще. Я не понимаю, как можно, ну, то есть, а как, понимаешь, возможно, все эти люди снимают в большинстве своем как раз-таки шоу и в каких-то находятся декорациях. Я всегда снимал на улице. Я на ней остался и просто она изменилась. Для нас выбора не стояло. Либо мы бы продолжали снимать по сути то, что происходит, как мы делали до этого, просто реальность, потому что до этого мы ее тоже снимали. Либо я для себя решил, что просто я заканчиваю с этим. Я ничего не делаю. Я не буду снимать. Либо я не снимаю, либо я снимаю происходящее. Вот для меня всегда стоял вопрос так. Ничего важнее, и важнее, чем то, что происходит последние два года с моей страной, я для себя не вижу. Я не могу тратить время. А зачем? В чем ценность? Я всегда думал, а в чем ценность снимать сейчас что-то отвлеченное? Понимаешь? В чем ценность? Если это сейчас, не важно даже, какое будет до этого дело через пять лет или через десять. Если это не идет это даже не предать себя, это предать время просто, в котором ты живешь, которое ты не выбирал. И если предательство человека можно как-то исправить, извиниться перед ним или скупить свою вину, то перед временем ты не извинишься. То есть все, оно такое, какое есть. Оно как бы не прощает, и ты предал его, и все. И то, что сейчас происходит, то, что выросла целая квази-вселенная какая-то, особенно на ютубе, если спортивном, мы говорим про спортивный ютуб, что выросла какая-то просто вселенная, в которой ничего не произошло. И если люди будут ориентироваться по ней, то есть я вообще не могу себе это объяснить. Я не могу, я не могу, я не понимаю, зачем. Я считаю, что это очень вредно. Это просто, просто вредно для всех нас и для нашего будущего. У тебя есть претензия к тем, кто решил сохраниться, кто не зигует, не поддерживает войну, а занимается эскапизмом. Кто в твоем жанре, на спортивном ютубе или на развлекательном, он снимает вещи, где ни на грамм не пропагандируется война, когда они приглашают в гости Мизулина или кого-то еще, а когда они просто обсуждают, станет ли чемпионом Краснодар, надо ли отпускать Спиртиана в Аякс или Фейнорт и пора ли увольнять очередного тренера из Спартака. Все, что происходит вокруг меня в спорте, очень сильно выбивает меня из колеи и это наносит сейчас мне самый серьезный удар, это то, с чем я борюсь, потому что, прикинь, ты смотришь по сторонам и вообще ничего. я цепляюсь за хоть какую-то ниточку, он может быть настолько, ты идешь настолько вразрез со всеми людьми вокруг, что ты невольно начинаешь задавать вопросы, может быть, я неправильно что-то делаю и я перестал смотреть вообще Ютуб спортивный, я не смотрю своих коллег по цеху, никого, Васю, никого вообще, потому что это все меня разрушает, это мне вредит, и я просто никого не смотрю. Ты спросил, понимаю ли я людей? Осуждаешь ли я людей? Осуждаю ли я людей? Да. Я их не понимаю вообще. Я могу сказать, что я понимаю больше людей, кто поддерживает войну, чем тех, кто выбрал путь вот этот вот незамечания и не эскапизма, как ты сказал. я этих людей не понимаю вообще, а тех, кто поддерживает все, что происходит, я могу понять даже. Я больше могу понять. Они могут заблуждаться, у них может не быть информации, они могут быть просто такими людьми. Кто-то считает, что реально, блядь, как я могу не поддержать свою страну? Это все основано на каких-то может каких-то принципах, может на чем-то на недостатке информации, может вообще просто, блядь, любит человек насилие, таких же тоже много. Я же не говорю, что я их не осуждаю, я просто понимаю, как может человек поддерживать, как может человек не реагировать уже два года, вот этого я вообще понять не могу. То есть... Ну и может быть страшно. И может быть похуй. Ну кому-то может быть похуй, а кому-то страшно. Можно ли предъявлять за страх? Тебе или мне? А я, смотри, нет, смотри, так как я живу в России, я же сам рискую, у меня же тоже есть даже собака. Понимаешь, вот то, что я слышу от людей, которые уехали, время же меняет что-то, трансформирует. Если раньше были к людям претензии, типа вопросы, почему не кто-то не высказался, да? Сейчас уже нет претензий, что кто-то не высказался, промолчал. Сейчас такие все с пониманием, но он же в России живет, ну как бы, понимаете? Если раньше у каждого спрашивали, давай там выскажись, что-то там продемонстрируй, не знаю, дай понять. Сейчас уже никто такого, так вопрос не ставит, как будто. Сейчас такие все с пониманием. А как же тогда люди, которые всего лишились из-за того, что они высказались или из-за того, что они не стали... Они герои. Можно ли от людей всех требовать быть героями? Нет. Нет. Отвечаю на твой вопрос, осуждаю ли я. Кого-то точно осуждаю. Но не всех. Кого, например? Я не считаю, что... Может, без фамилии, если ты не хочешь говорить фамилии, обрисуй положение человека, чтобы было понятно, кем надо быть, чтобы ты его осуждал. Надо быть Сергеем Галицким. Ты осуждаешь Сергея Галицкого? Не осуждаю, я его не понимаю. Я просто не понимаю. Он... Те ценности, которые он транслировал... Может, это просто... Знаешь, это может какое-то внутреннее разочарование. Мое личное. Это может быть... Это был как раз-таки мой герой, знаешь. Это может быть мой был... Просто, может, мне больно именно от Сергея Галицкого, потому что... Но это был такой, знаешь, как бы просто ориентир. Мне он очень... Был симпатичен и все, что он делает в футболе в российском и то, что он делает для страны... То есть это был умный... Это умный человек, который реально очень много принес и в российский спорт, и в Краснодар. А чем он тебя подвел? Тем, что ты не высказал в спортивной войне? Да дал бы понять хотя бы. Да просто... Да никакой войны, дай понять просто. А как могу дать понять? На него смотрят столько молодых пацанов. Не только для меня какой-то там авторитет или ориентир. И вот эти все ценности какие-то, я говорю еще раз, какие-то просто гуманистические, не знаю, какие-то, блин, христианские. Я их по-другому не могу назвать. А как дать понять? Если я тебе скажу, как кто и назову сейчас другую фамилию, я подставлю человека. Ну давай я приведу пример. Ты скажи... Вот Валерий Карпин, например, говорит... произносит какие-то фразы, что типа игрокам надо уехать, всем надо уезжать. Вот у него и была фраза, за которую его потом просто там линчевали все подряд из-за Росгоспропаганды. Хотя бы это. Вот это, это дать понять? Хотя бы это, да. Уже хотя бы это. Просто смотри, я не прошу от людей вообще сейчас, тем более, да не высказывайтесь против войны. Вообще, ребят, это вообще уже даже реально, это навредит больше, чем принесет пользы сейчас. Так, а что тогда делать? Я прошу просто дайте понять, что... Дайте понять другим людям, которые на вас смотрят, что это ненормально все, что происходит. И от этого никакой пользы нет. Понимаешь, люди, которые считают... Много же людей, кто считает, что это все глубоко неправильно и ужасно, да. И для России тоже, что это наносит вред. Но так как эти люди все молчат, голоса тех, кто кричит о том, что все здорово и все классно, они звучат громче. Они звучат в тишине. И от этого становится... А от этого хуже уже становятся все. Сейчас такой этап, когда не надо никаких резких заявлений, ничего. Сейчас такой этап, когда нужно просто разговаривать с друг с другом на тему того, что происходит, и показывать и рассказывать то, что какие-то вещи уже реально ненормальны, ребята. Я же не говорю, что я Галлискому там что-то предъявляю. Мне просто кажется, что... Он был твоим героем, и он тебя этим разочарал. Это просто моя личная, да. Я хотел от него услышать. Знаешь, у многих был человек, от которого у них хотели что-то услышать. Время-то темное. Нужны какие-то ориентиры, какой-то свет. Я ждал этого света от Галлицкого просто. И это только моя проблема. Я это понимаю. Ты же меня просто спрашиваешь. Мое мнение. В России гремит медиафутбол. Коротко. Не будем останавливаться. Твое отношение к нему? Супер. Супер. У меня вообще к всему частному в России, в спорте, отношение намного лучше, чем к чему-то государственному. Просто мне это больше намного нравится. И потенциал точно у этого есть. Как говорил один герой. Вот. Только если это не заберут, если это не отожмут, я верю, что это может стать аналогом того, что мы здесь видим с тобой в Америке. Потому что в Америке все лиги, они частные. НХЛ, НБА. И не в таком масштабе, понятное дело. Но вот, например, я знаю точно, что у боев это уже получилось. У ПОП ММА? Да, у ПОП ММА смотрят огромное количество людей по всему миру. И мне часто говорили, когда я представлялся где-то и говорил, что я спортивный блогер из России, и мне такие, а, топ-дог, топ-дог. Все вот это... В других странах. Именно, да, именно топ-дог. Ну, прикинь, как это для них выглядит. То есть, обертка, всего этого медиа спорта, если мы не говорим и о футболе, и о боях в первую очередь, это топ, это мировой уровень. То есть, когда два полуголых типа хлещутся на голых кулаках в сене, это возбуждает всех. То есть и в Европе, и в Америке. Это всем нравится. То есть, это круто. Мы не говорим сейчас о куче недостатков этого всего. Это наш русский менталитет, который в это во все врывается. И немножко это все портит и делает не так привлекательно с точки зрения маркетинга и всего остального. Но именно то, что делают чуваки в плане картинки, зрелища и шоу, из-за того, что это частные инициативы, у них есть прямая зависимость от денег. И они понимают ценность медиапродукта, который они делают. Потому что это безотрывно. То есть для них это... Они развивают свой бизнес. И для них задача зарабатывать деньги. И это круто. Это классная мотивация к развитию, которой нету, например, у РПЛ или у КХЛ. Там нет задачи зарабатывать бабки. Ты становился спортивным директором футбольного клуба «Десять». Президент которого Азамат Мусагарин, Алиев, одной из лиц которого Денис Дорохов. И ты сколько там пробыл? Ну, недолго. Я просто собрал, мы просто создали эту команду с нуля. Придумали название с моим другом Даней Чаловым просто на Даниловском рынке сидя и выпивая сидр. Придумали все название. Даня сделал форму, эмблему. Все на свете. Просто с нуля создали команду и пробыли там месяца полтора. Ты ушел, потому что не хочешь заниматься развлекательным проектом, пока идет война. Ну, я понял. Я просто попробовал, я понял, что это не мое. Я не хочу оскорбить никого, кто делает развлекательный контент. Какое-то имеет место быть, но это просто не мое. Я не могу делать развлекательный контент сейчас. Это мне неорганично. Это мне... Мне приходится переступать через себя, выдавливать это все. Как ты отреагировал, когда люди, которые с тобой создавали эту команду, Азамат и Дорох, выступили на оккупированной территории? Для меня это не было большим сюрпризом каким-то. Я не был удивлен, скажем так, точно. Я был удивлен, то, что они... Ладно, они выступили, это окей. Но то, что с какой песней они выступили, с вот этой романтизацией каких-то бомб ядерных, я не знаю, каких-то подлодок, то есть это то, что мне вообще не близко. Когда началась мобилизация, я был в России. И у нас на второй день была тренировка футбольная. Вот представь себе состояние людей на второй день мобилизации в России. То есть... Ну, это был, знаешь, это как леденящий страх. Ты как подзастываешь немного. То есть это коллапс мозга. Полнейший. И мы с Даней, как руководители, как команды, мы собрали парней в раздевалке. Я был сам в таком напряге. Я хотел как-то успокоить пацанов, что, блин, знаешь, многие же держатся за этот медиафутбол в целом. И, допустим, команда это может много что значить. Я хотел им откинуть. Я хотел им вот этот якорь как бы скинуть. Знаешь, типа, я им вышел, ну, просто, грубо говоря, я им сказал, пацаны, принимайте сами свои решения. Не думайте о том, что вас кто-то выгонит из команды, если вы сейчас уедете. То есть все, что я мог сделать, знаешь, для них, то есть я в этой ситуации никак не, как бы не помог. Я говорил, пацаны, думайте своей башкой, а главное, особенно, ну, думайте. То есть это не надо игнорировать. Вы как бы, какое-то решение надо принять. Это ситуация, которую нельзя оставлять на самотек. А началась мобилизация? Ну, ладно. Так нельзя делать. Мы выступили, потом что-то Даня там тоже какие-то пару слов про Барматал. После этой речи и так было, как бы, нерадужное настроение у всех. Вообще стало грустно и плачевно. Была грубовая тишина. Сидит там 25 пацанов в раздевалке. В этот момент зашел Азамат и так посмотрел на меня и говорит, что такое грустное, что такое кислое-то? Что случилось? Я такой помню, что я на пару секунд знаешь, как-то замер. И я как бы все, что я выдавил из себя, говорю, ну вот мобилизация началась. Он говорит, а, ну да, да. Мне сказали, телеведущих брать не будут. На этом разговор закончился как бы. я, кстати, запутался. Он продал ее? Медиа Куалити продался ВКонтакте или только что было дальше? Медиа Куалити тоже. Что было дальше, это не Медиа Куалити больше, как я знаю. Давай, давай, как человек, смотри, что было дальше, откололся от Медиа Куалити, стал сам по себе. И они сами по себе, как я понял, продались ВК. ВКонтакте. Так, но Медиа Куалити тоже стал уходить ВКонтакте многими сегментами своего контента. Что-то осталось на Ютубе, кто-то, я знаю только пример Саши Сулим, который отказался дальше сниматься из-за того, что они в ВК. Собственно, я тоже, в свою очередь, отказался от ВКонтакте. Вот. Тебя звали? Меня, ну, всем предлагали. Предлагали всем в частном порядке. Какие условия? Блин, цифру не помню. Я помню, что это было больше, больше полутора миллионов. Для меня, тогда мой канал, у меня канал был где-то бум-бум-бум, 70-80 тысяч подписчиков, наверное. То есть, ты можешь дальше проекции... Сколько в месяц у тебя выходило тогда? Я не помню. Я не помню, сколько тогда выходило именно денег. Ну, тебе предлагали, да, хорошо, тебе предлагали полтора миллиона, это было сколько? Больше, больше, чем полтора миллиона предлагала. Это сколько зарплат? Ну, это несколько. Ну, там, наверное, мне предлагали, ну, 4-5, может, 6 зарплат моих. Это чисто подписной бонус? да, да. Если YouTube закроют, у меня больше не будет места, где, куда публиковать видео, между пустотой и ВКонтакте надо будет выбирать. Но, вообще, я думаю, что в таком случае я просто перестану снимать. И в целом, такие блогеры моего масштаба перестанут существовать. Ты говорил, в ВК не вернусь, даже если рот заблокируют. Правда, после начала войны сразу. А потом ты сказал, что ты проводил опрос, как вы относитесь к тому, когда контент-мейкеры ваши авторы любимые переезжают в ВКонтакте, какой результат? Мне было интересно. Что выиграло? С огромным отрывом выиграло негативно. Вариант негативно. Да, и после этого ты сказал, пожалуй, вернусь во ВКонтакте сразу же после того, как туда вернется Павел Дуров. Ну да, я думаю. Это условие, на котором я вообще с кайфом вернусь. Когда тебя туда звали, тебе предлагали? Было какое-то условие? Да, было условие никакой политики. Это прямо на встрече было сказано? Ну, блин, я не знаю, как красиво или некрасиво говорить то, что... Ну, такую вещь, наверное, да. Да. Да, на встрече. Я знаю людей, которые перешли работать в ВК, авторы и продюсеры, а потом оказались в Турции, когда началась мобилизация. Для меня это как бы не прямое следствие, конечно, но одно из следствий, почему происходят такие вещи, как мобилизация. Для меня между мобилизацией и ВК связь есть. Кто-то ее не видит. Вот, но как бы... я из-за ВКонтакте потерял самого дорогого друга, наверное, своего, самую близкую подругу. Свою мы перестали сейчас общаться, потому что мы разругались на фоне ВК. Она занимается сейчас развитием. ВКонтакте, это моя подруга детства, которую я очень сильно люблю. И после того, мы с ней как-то не смогли договориться между собой на этот счет. Она работает в компании? Ну, она сейчас часть ВКонтакте. Помогает, в общем, развивать площадку. И я ей поговорил просто. Мне казалось, что как только ВКонтакте, и кажется до сих пор, что как только ВКонтакте всех пользователей сможет вмещать в себя трафик Ютуба, наберет контента, мне кажется, возможно, в тот момент закроют Ютуб. И возможно, для таких людей, как я, какая-то творческая деятельность закончится. При этом ей нравится, что я делаю. Она меня все время поддерживала, репостивала выпуски. И я ей говорил, блин, ты понимаешь, что как только у тебя получится, у меня не получится. То есть нас разбили по разным лодкам посадили, понимаешь, хотя мы я уверен, что и я для нее один из самых близких людей в жизни. И мы оказались в разных лагерях, все так дробятся по этим лодкам. Сначала больше, потом все меньше и меньше, знаешь, а в итоге окажется, что каждый плавает плавает сольно на байдарке. Ты ездил в Иран? Да. И снял там видео про то, как живет спорт под санкцией. Когда я ехал в аэропорт, я засунул флешки, сиди-карты за щеки. У меня была диджай, маленькая камера и сонька. Ты обернул ее чем-то? Да, от сигареты вот эта бумажка от сигарет. Даже не с золофаном, а бумагой? Да. Не растекается? с золотинкой. Самый первый вход в аэропорт в Тегеране. Там просто обычные, такие же, как везде, металлоискатели стоят рамки и там вообще никакого шмона нет. Какого-то там экстра. И я в этот момент расслабился и слава богу, что я просто не успел вытащить флешки. Я уже думал, по-хорошему можно было их вытаскивать. Но когда ты подходишь именно к гейту, откуда вылетают международные рейсы, там экстра, там еще один досмотр. И вот там уже и открывали и камеры, и спрашивали, где включи видео. Я косил под этого, знаешь, я говорю, ноу-ноу, турки, турки. Я в Стамбул, ну, я влетал в Стамбул. Да, и слава богу. Причем это делали люди из, то есть это были не обычные пограничники, а это были вот эти стражи исламской революции. Я везде там видел эту аббревиатуру СЭПАХ или как, не аббревиатуру, а слово. Вот. Да, это было очень стрёмно. Но самый стрёмный момент был... То есть, подожди, они тебя обыскивают, а у тебя за щекой? Нет, меня не обыскивали. Вот именно на том досмотре просветили сумку, увидели там технику, ноутбук, две камеры, все такое. И отправили в такой кабинетик, матовая дверь небольшая, небольшая такая, небольшая комнатушка. И там уже тип спокойненько все открывал, включал ноутбук, а чё делал? Я говорю, туризм, туризм, ну, в таких случаях я вообще уровень своего и так минимального английского вообще там просто на такой элементаре спускаю. То есть я стараюсь лишних слов вообще не говорить. А как можно разговаривать, если у тебя... Не, 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 вообще ты чё, флешки, микроизлишки. Вообще не мешало. Абсолютно. Не, может, слушай, может быть, со стороны, знаешь, ты думаешь, что никакого палео нет, особенно, знаешь, когда пьяный едет как Ди Каприо, когда едет на тачке под наркотой, он думает, что он всё делает супер. Но на самом деле там именно вот этот сам тип, я думаю, ему не особо было интересно это. То есть он спросил, единственное, что он меня реально спросил, это видео, покажи мне видео на камере. Фото, видео. И я сказал, что у меня ничего нет. После выпуска из Ирана ты на своём стриме предъявил Алексею Пивоварову. Коротко, за что? Ну, это, наверное, была не предъява, это было какое-то... чрезмерное удивление. Мне, во-первых, не понравился этот выпуск. Мне показался он очень плохим и необъективным по отношению к Ирану и к иранской действительности. То, что я увидел, находясь там, очень сильно разнилось тем, что было показано в нём. У Пивоварова сильно лучше всё. Да, намного лучше. Местами звучит, как реклама вообще какого-то Ирана, знаешь. Этот выпуск мог закончиться фразой при поддержке Министерства культуры Ирана, знаешь, типа, что-то такое. Там показан, по сути, только центр города, который выглядит намного лучше, чем всё, что окружает Тегеран и в целом, не говоря уже о ситуации в стране, в целом. Как я понял, там особо людям даже еды на мясо не хватает. То, что мне говорили просто пацаны обычные, они покупают там мясо по праздникам. И там же, в Иране, я узнал, что этот выпуск был сделан при помощи МИДа России. То, что Алексей Пивоваров звонил Марии Захаровой, которая после этого звонила послу России в Иране, и что представители российского посольства сопровождали Алексея на уличных съёмках, когда он записывал все подводки и всю репортажку. Эти два фактора стоят слишком рядом для меня, и меня это немножко смутило. То есть, окей, возможно, в самом факте официального обращения к МИДу ничего как бы нет. Для меня как бы есть, если это происходит в весной 22-го года. Для меня как бы есть. Звонок Марии Захаровой личный с просьбой помочь в съёмках в Иране и съёмках о том, как работают санкции в весной 22-го года меня тоже смущает. То есть, я сам через Васю, через Венедиктова. В 19-м году обращался за помощью к Захаровой, чтобы помочь мне со съёмками в Африке. Но я там не снимал политический контент. Это был 19-й год. Мой выпуск не играл на руку России. Я считаю, если ты снимаешь комплементарный выпуск про Иран весной 22-го года, то это играет на руку России. и я лично никому... России как государству. России как государству, да, потому что понятно, что как бы и я, и я летел рассказать про санкции и как они работают и показать на примере спорта, что нас ждёт. И как бы Алексей с той же задачей был, только более глобально в целом про страну, а не только про спорт. Вот это всё меня смущает. У меня есть к этому вопросы. Как это работает и нормально ли это? Для меня я бы так не делал. Я думаю, МИД не против этого выпуска было бы по его содержанию. И в целом мне кажется, что такой выпуск мог бы быть на федеральном канале. Я могу себе представить такой выпуск на федеральном канале весной или летом 22-го года. Но ты там тоже общался с сотрудником консульства России в Иране? У меня был контакт знакомой девчонки. Мы с ней раньше не виделись. Четыре года назад общались там. Я не знаю, работает она до сих пор в МИДе или нет. На тот момент работала просто обычная сотрудница. И я попросил ее переводчика помочь с переводчиком в Иране. Была одна съемка тренера по тяжелоатлетике, который не разговаривал по английски, а я не разговаривал по фарси. И она дала тебе сотрудника консульства? Да, он подъехал. То есть тебе тоже помогли? Да. Мне помогли с переводом. Меня никто не сопровождал нигде, Юра, я не снимал в посольстве России, меня никто нигде не водил по улицам, я ничего не записывал, никакие в целом, кроме интервью про то, как тягают штангу, в присутствии работников МИДа. Как факт, Пивоваров записывал подводки в тот момент, когда его сопровождали сотрудники МИДа. Каждый решит сам и сделает выводы, нормально это или нет. Я, ребята, на этом канале, как говорится, очень коротко, если бы Пивоваров воспользовался помощью Захаровой и снял бы ровно такой же, ему дали бы сопровождение, он снял бы точно такой же выпуск, как ты. У тебя были бы к нему вопросы? Нет. Мы в паре сотнях метрах от государственной границы, и здесь хочется чуть проговорить про российский спорт, который от внешнего мира в большинстве с вами сейчас отрезан. В каком состоянии сейчас российский спорт? Если не врать и говорить честно, то, что происходит в российском спорте, это просто катастрофа. По-другому это не назвать. Причем разделяя профессиональный спорт, любительский и детский. Все эти три направления все сейчас проживают худшее время в новейшей истории России как страны. Уже можно делать выводы о каких-то санкциях, какие-то сработали, какие-то нет в экономической сфере, не знаю, еще в какой-то... Но вот эти ограничения, которые наложили на спорт, они носят разрушительный характер. И если бы хотели уничтожить российский спорт, вот именно это у них получается. То есть не смогли запретить русским путешествовать. Да, теперь надо в Европу лететь через Стамбул, но это можно делать. Карточки запретили, но ты открываешь в Грузии, в Армении, в Казахстане. То есть тоже можно как-то обойти. Обойти ограничения в спорте никак нельзя. И это были вот эти словно там санкции, которые к российскому спорту были самые удачные, если стояла задача его не убить, но знатно подкосить. Как ты относишься к санкциям российских спортсменов? Комплексно и вообще в целом как в целом к санкциям. Я не думаю, что если стояла задача как-то ослабить режим, что они сработали глобально. Вот как раз в Иране я спросил, как они тут живут, они мне сказали, что богатые стали богаче, бедные стали беднее. Глобально мне кажется то же самое. То есть я почувствовал на себе санкции очень сильно. То есть мне стало намного сложнее жить. Если у них была такая задача, таким людям, как я, усложнить жизнь, то они сработали. На спорт перенося это как? Да, перенося на спорт, я думаю, что если они это сделали, чтобы спортсмены не транслировали пророссийскую позицию на международных стартах, не приносили туда флаги Z и все такое, и не укрепляли позиции власти, правильно? А мне кажется, что наоборот нужно было продолжать звать всех россиян в Европу, в мир, нужно было продолжать взаимодействовать глобально, если мы говорим. То есть если либо всех отстранить, либо всех допустить, я бы голосовал за то, чтобы всех допустить, особенно молодым. То есть весь юношеский детский спорт теперь заперт внутри России, и они могут складывать впечатления о Европе и об Америке только исходя из телека. То есть только то, что им по сути говорят в России внутри. А если бы они увидели, как живут люди в Европе, как проводятся соревнования, на каком все уровне и как относятся к людям, это бы, возможно, чью-то позицию бы изменило. А как быть, условно говоря, есть, допустим, всех допускают, и на соревнования едет Артем Дзюба, который публично поддерживает Путина, и войну, соревнуется со всем миром, в том числе с украинскими спортсменами. Правильно ли это? Пока по Украине летят ракеты, а этот человек открыто это поддерживает. Или те, кто принимает участие в Z-концерте в Лужниках. Смотри, мы всех допустили, но это же остается ваша страна. Артем Дзюба приехал в Швейцарию. Если вам не нравится его поведение, или вы считаете, что он разжигает какую-то ненависть или, не знаю, насилие пропагандирует, вы же можете именно Артему Дзюбу как раз-таки сначала спросить обо всем, а потом проводить куда угодно. Слушай, Юр, я не знаю, как быть, я не знаю, как быть индивидуально. Я не знаю разбирать. Я понимаю, что сейчас я бы хотел посмотреть, как бы себя люди вели, россияне, если бы было наоборот, если бы всех допустили. Я очень хотел бы посмотреть, потому что я как бы верю в этих людей и в этих спортсменов. Я думаю, мы бы услышали намного больше каких-то, скажем так, интересных мыслей и мнений. Мне кажется, что было бы лучше. То есть запирать людей и прекращать диалог, это просто не мой вариант. Я его стараюсь продолжать. Я считаю, что разговор, он очень важен. То есть эти люди никуда не денутся в любом случае с ними жить. Нужно продолжать общаться. И в этом плане я считаю, что вот это отстранение только дало больше аргументов говорить, что нас там не любят, нас там не ждут, мы там не нужны и они нам враги. Я считаю, что это не так. Но опять же, я понимаю все эти санкции, которые введены, в том числе на спорт, и карточки, это все, да. Я говорю, что это не работает, но я понимаю. Я понимаю, я понимаю, как они, почему они вводились. Потому что это был такой шок и вот так мир отреагировал на этот шок. Женя Савин вот так отреагировал. Я вот так, ты вот так. Эти люди, они предприняли, ну просто, они вот это придумали. Но это была патовая ситуация, неординарная. Возможно, это было правильно, возможно, неправильно. Но сейчас уже можно что-то трансформировать спустя полтора-два года. Я не знаю, что сейчас будут делать, допустим, с Израилем. Или там, понимаешь, это же... А вот что они будут делать теперь с Израилем? И ты меня спрашиваешь, что было бы правильно, как было бы правильно поступить. Ну у тебя там глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах в 23-м году после конфликта с Израилем, Израиль с Хамасом, когда он понимает, что как бы у Израиля он не может, понимаешь, так же, как с Россией они поступить, они не могут. И он говорит, спортсмены не несут ответственности за действия правительства. Они российских спортсменов именно с такой формулировкой отстраняли. Ну то есть по сути. Они перекладывали ответственность на спортсменов и говорили, что они тоже это все поддерживают. Мы знаем имена спортсменов, которые это все поддерживают. Говорить, что вся спортсборная по байдарке или по гребле на каноэ поддерживает, я не берусь. Так же и говорить, что они все там против. Расскажи про Ренату. Ну Рената это самый близкий человек, мой большой друг. Мы начали встречаться, мы были одногруппниками на первом курсе. Мне было 17, ей 18. И все. И через лет 6 мы поженились и до сих пор вместе каким-то боком. Единственное, чем я горжусь в отношениях с Ренатой, что мы заморозились вот в этом возрасте в 17-18 лет по отношению друг к другу. Мы сохранили вот эту всю непосредственность. То есть мы, когда наедине, мы не взрослые люди. И это очень круто. Это редко я встречаю. Но это просто... Это я очень ценю и это единственное, чем я дорожу. Вот эта непосредственность. Вообще. Это верх отношений для меня. Непосредственность. Ты вот в том числе, например, это имеешь в виду? Ты очень часто и довольно жестко шутишь над ней публично. В Инстаграме, например. Просто один из примеров. Берлинская стена, поцелуи этого, Брежнева и Хонекера. Вы вместе и ты пишешь. Это 31 октября 2022 года. В связи с новыми законами, принимаемыми в Российской Федерации, я больше не могу публиковать фотографии с Ренатой. Прошу понять. Слишком большие риски. Ее и так постоянно за мужика принимали. А там такие ребята, что разбираться вообще не будут. И таких приколов достаточно. Как реагирует она, как реагируют ее родители? Слава богу, что для нее это не стало... То, что для нее это остается приколом до сих пор, она нормально реагирует. Я знаю очень много людей, которые вообще не понимают и говорят, как ты можешь вообще, что он себе позволяет, все такое. Для нас это обыденность. И я надеюсь, что просто у ее родителей нет Инстаграма. Сейчас это точно? Слава богу. VPN-чик! Вообще могу что угодно выкладывать. Да нет, это вообще, Юр. Это... Рената это... Рената это тот человек, на котором я больше всего люблю... угорать. Кто-то из твоих родственников не сразу усмирился с твоим выбором. Ну... И кто-то из Ренатиных родственников тоже. То есть Рената чистокровная татарка. То есть вообще 100%. То есть все ее родственники, которых она знает, это татары. И она мусульманка. Для ее семьи это были некоторые проблемы. То, что я русский. А для моей бабушки воцерковленной проблема, что Рената мусульманка. И дошло до того, что моя бабушка... То есть я четко не помню, но я был свидетелем разговора, как моя бабушка, мама моей мамы, предлагала моей маме крестить Ренату, пока она спит. Довольно... жестко. Пригласить священника, чтобы он... Да. Пока она спит. Аргументом было то, что сначала же надо как бы там, как знаешь это, открепить, как прописаться в квартире, а потом здесь закрепить прописку. Ну, это бабушку вообще не смутило. То есть она говорит, у меня и такие есть. То есть зайдут по очереди. Вообще ничего страшного. И самое страшное, я сейчас это рассказываю, ну, понимаешь, я очень часто в командировках. То есть я реально не знаю, произошло это или нет. Если даже... Я даже готов как бы... Если это произошло, я хочу об этом не знать и чтобы никто не узнал, но если это бабушке сделает проще, легче, то окей, я Ренату любить меньше не стану. Я надеюсь. Назови трех самых симпатичных тебе людей в российском спорте. Менеджер, тренер, спортсмен, неважно. Фух, не густо. Это точно будет Даша Касаткина, которая я считаю образцом российской спортсменки. Это просто добрая, открытая девчонка. Современная, свежая, я бы сказал. Это классный микс европейской и российской культуры, потому что Даша с 16, по-моему, лет, если не раньше, живет в Испании и она взяла из себя... Ну, она воплощает собой лучшее, что есть и в России, и в Европе. Это классный такой, как это сказать, духовный метис. Даша, твой поступок, если не оценен еще, на мой взгляд, уже оценен, но история оценит точно. Ты просто очень крутая. Я просто считаю это важным сказать, я тоже испытываю огромную симпатику. Я все-таки назову Валерия Карпина, несмотря на все. что я вижу, что он человек, он живой, я ему верю. У меня есть к нему вопросы. К сожалению, он отказал мне, как бы... Но Валера верим. Валера верим 100%. И третьего я точно назову Евгения Башкирова. Это не самый известный российский футболист. Женя по-прежнему в порядке. Женя в полном порядке. И Женя, это вот... Можно взять все стереотипы, которые существуют о российских футболистах, и он их вам просто размажет, все просто... Просто размотает. Если бы вы знали из российских футболистов только Женю Башкирова, у вас бы было совершенно другое мнение о них. А где сейчас играет Женя Башкиров? Я последний клуб, который помню, это был за Глемби в Польше. А сейчас Финляндия. Да, он сейчас играет в Финляндии. Да, ну вот опять же, если говорить о санкциях, Женю Башкирова выгнали из Польши. И клуб этого не хотел делать. Его хотели оставлять. Женя Башкиров пролетел как бы. Артём Дзюбок как жил, так жил. На него никакие санкции, ни ограничения не сработали. А Женя Башкиров все. Ты представляешь себя батей? Да, очень часто и уже очень давно. Я Ренату очень сильно люблю. Я люблю все в ней. И я был... Это... Ну это самое большое... Это самое мое большое достижение и счастье, что мне удалось ее и встретить, и как бы удержать у себя. И то, что... То, что мы вместе, это и придает мне сил. Все на свете. То есть это самое... Это человек, который доставляет мне самые крутые эмоции в моей жизни. И... Это именно тот человек, который мне нужен. Потому что я вообще депрессивный тип, жестко. Я все от плохого. А Рената это тот человек, который радуется утру. Доброе утро, говорит. Вот это, понимаешь? Ты просыпаешься вот... Каждое утро, а тебе кто-то улыбается и говорит Доброе утро, отличный день, зашибись, все классно, Витя. То, что меня держит на полову до сих пор. И я этому учусь бесконечно. Я не могу так радоваться жизни, как Ренату. И я ее очень люблю и ценю. И это моя сила, но в то же время это самая... самая такая большая моя слабость. И... Попробую объяснить. Мы с Ренатой очень сильно похожи. И во многих вещах. Мы... Мы с ней 14 лет вместе. И как будто... И мы часто общаемся как брат с сестрой. Просто... Просто родные люди. И так получилось, что... Генетически мы тоже как брат с сестрой. Хоть она и чистокровная татарка. Я... Ну, понятно, наши ветки никогда не могли пересечься какие-то родственные. Я... Ну, я не знаю, кто по национальности, но как бы... Явно не татарин. Суть в том, что есть такая... Есть такая проблема. Есть несовместимость. А есть штука, когда... Как бы клетки и вот эти всякие параметры, показатели какие-то мужские и женские, они настолько похожи, что ее организм воспринимает мой организм как родной, как брата. То есть... Или там, не знаю, как родственника. И это не дает забеременеть. Мы потратили осознанно 6-7 лет где-то на это все дело. Но... В итоге... Как бы... Вот нам говорили вот эту версию, но... Официальный диагноз звучит, что... Типа... Вот у них есть такая штука. Неизвестная причина. То есть... Медицина еще не развилась до такого уровня, чтобы понимать, в чем проблема. То есть уже многие, да, факторы умеют исправлять, как-то корректировать, лечить. А я абсолютно здоровый и она абсолютно здоровая. То есть... Все идеально. То есть если у мужиков это все намного легче, да, там, спермограмма, там, все вот эти показатели. У женщин это там куча всякие, там, трубы, там, матки. Ну, я бы... Пока мы это все изучали, я там узнал какие-то вещи, которых никогда в жизни не догадывался. И у нее все супер. У нее все идеально. Все классно. Но вот вместе мы... как бы вот... да. Не можем... А это научная история про так похоже, что не может измеребность? Ну, вообще, это от врачей я услышал. Это ставили нам... Там есть какие-то показатели, то ли пять, то ли шесть. И вот вроде как плохо, когда там парочка совпадает, а у нас почти все совпадают. То ли пять из шести, то ли шесть из шести совпадают. Я просто не хочу дезинформировать. Слушай, Юр, я здесь не дам глубину. Это так, как бы... Как нам объясняли врачи, мы были... Мы потратили очень много денег на это и в Томске, и в Москве. Ходили... Еще знаешь, уровень такой медицины, что тебе каждый врач говорит разные сначала вещи. Ну и про похожесть это больше одного сказали? Похожесть сказали, да, два или три человека. Это, конечно, большое испытание вообще в целом для пар. Даже для любящих пар. И, как я понял, для женщин это больше проблема, чем для мужчин. Потому что вот то, что она мне говорила, плакала. Ну, знаешь, мы уже столько слез провалили на этот счет вообще. сколько... Я не знаю... Я не могу сосчитать, сколько раз Рената плакала на этот счет. Просто не могу сосчитать. Ну, я старался. И мне удалось подобрать какие-то слова. У меня главная задача была ее успокоить. Потому что, знаешь, вот эта формулировка, она мне говорит, ее как бы не то, что расстраивало, ее уничтожало то, что... она думала, что для меня проблема то, что она не может мне дать ребенка. Это вот какая-то, видимо, какая-то природная, да, история. Что женщина обязана, как бы, не знаю, рожать и... У многих, наверное, кто-то, понятно, что там child free, там, сингл и все такое, но у каких-то людей эта функция прям, ну, как бы, не знаю, надо, знаешь, потребность такая. Есть зов к ней. Да, зов, да, правильно. И... Я нашел слова... В какой-то момент я нашел слова ее успокоить. И как бы чуть отпустить эту ситуацию. И мы сохранили отношения. Какие слова? Честно, я не помню. Какие-то? Ну, да, что конкретно в какой-то раз я ей сказал, но после этого она сказала, вот, Витя, вот спасибо там. Ну, в первую очередь, я был рядом. То есть мне... мне это глобально, мне, конечно, хочется детей, но... мне и так повезло намного больше, чем многим людям. Я нашел родного человека, по сути. У меня есть там девушка рядом, любимая. Я пытался Ренате это объяснить, но, блин, вот нам на этом этапе не повезло. Кому-то не повезло вообще найти любовь. И... Ну, как бы, я не знаю, я пытался, знаешь, так этим успокоить. То, что... в любом случае мы ездим друг у друга. Еще, знаешь, давным-давно, еще у нас не было с Ренатой такой проблемы, мы ехали с мамой в тачке, она рассказывала про свою подругу, которая одинока, тоже не может иметь детей. Рассталась со своим мужем на этом фоне и решила усыновить, взять ребенка из детдома. И... мама так переживала за это, что ей так пришлось... что ей пришлось это сделать, что вот там она так хотела своего ребенка и все такое. И я тогда маме просто сказал, я говорю, блин, ну может быть все так создано, что некоторые люди не могут иметь детей, чтобы брать детей, которые остались одни. То есть если бы это ее подруга не... если бы эта подруга могла иметь ребенка своего, она бы его родила и этот бы ребенок, которого она взяла из роддома, он бы возможно там и остался. А так этот ребенок обрел семью. Может так устроено? Ну это конечно какая-то несправедливость жесткая. что кто-то не может иметь детей, это... Это больно с этим жить. Это сложно это принять. Но я горжусь, что даже... Я горжусь, что эта проблема нас не разбила. То есть я знаю, что люди разводятся и расстаются из-за этого по этой причине. и так же очень много семей, кто благодаря детям остается в отношениях. Живут ради ребенка. Мои родители, например, они мне утверждают, что я не залетный всю жизнь. Им было по 19 лет, 91 год. ты им не веришь. Ну, блядь, какие там вообще планы? Вообще, ну что за планы были? Вообще, я не понимаю. А, здесь все рушится вокруг? А, что может того? То есть я это вообще не понимаю. Но они мне... То есть я им кажд... Ну я маме в глаза смотрю, говорю, ну ты мне скажи. То есть всякое бывает, понимаешь? Ну уже все нормально. И, кстати, у нас с мамой очень слишком даже откровенные разговоры из-за маленькой разницы как раз в возрасте. Ну 19 лет. То есть я уже в 31 помню ее в 31. Я могу оценивать ее. Понимаешь? Чего? Офигеть. Ну, это офигеть. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что она за человек. То есть, понимаешь? Я реально понимаю, что она за человек. И из-за этого у нас с ней слишком близкие отношения. Это чересчур. И я... Но она не признается все равно. Она... Ну, подожди, давай сейчас... Во-первых, я уверен, что она расколется когда-то. Просто, ну... Возможно, моя ошибка, что я все время натрезвую это спрашиваю. Прикинь, мама в комментарии придет просто «Здравствуйте, я мама Вити Кравченко. Признаюсь». Нет, а прикинь, после этого интервью, все, что я здесь наговорил, она скажет «Ну нахер, он не то, что залетный, он вообще... он приемный, он из-за дома. Я вообще никакого отношения к нему не имею». Ребята, я увидел последний раз шесть лет назад, господи. Там, блядь, из Африки вообще ебанутым вернулся каким-то. Не обращайте внимания, все нормально. Что пробовали сделать, чтобы решить вопрос? ЭКО не помогало? Помогало. Суть в том, что... я просто сейчас буду говорить, я тебе назову какие-то эти... Я не помню именно терминологии, как что называется, понимаешь? Но мы лечились, то есть мы пропили там херову гору всего. То есть у меня нет тачки из-за этого вообще. То есть вбухали просто денег, очень много на это все потратили. Это очень дорогая... То есть у нас в целом медицина в стране же не такая дорогая, по сравнению с другими странами. Но вот именно эта часть, вот эта, я не знаю, как репродукционная, репродуктивная, она очень дорогая. Мы потратили вообще до хрена бы область в Вилю. Вот. И приходишь к одному, он говорит, одни таблетки пить. Понимаешь, приходишь к другому, он говорит, эти таблетки вообще херня. Надо пить совсем другие таблетки. А здесь нужно это, а здесь надо это. Экстремальные варианты были какие-нибудь? А самое жесткое, что я слышал, ну, то есть, понимаешь, это от Рената слышать. Однажды Рената пришла от одного очередного доктора, и он говорит, ну, короче, здесь такой вариант, что ну, попросите батю. Твоего? Да, ну, моего, начните с моего. Можно начать с моего, потом с чужого. ты знаешь, как есть Василия Уткина, любитель анекдотов вот этих вот на эту тему. Я ему когда-то рассказывал, он говорит, анекдот же есть очень популярный. Когда мужику ставят диагноз, ты все, ну, ты бесплотный, он спрашивает, доктор, что нужно сделать. Он говорит, ну, попроси друга. Он, блин, он говорит, ну, либо все, без вариантов. Ну, ладно, попросил друга, еле как его уговорил. Все, друг поднимается в хату, этот остается курить. Курит, курит. Друг возвращается через полчаса. Тот спрашивает, вот он, ну, 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 Он говорит, да, что-то знаешь, что-то не пошло, так в рот дал. А ты с какими чувствами слушал этот разговор? Да не, я поугарал. Так, еще раз, ну, это шутка про отца была или нет? Да нет, или это реально где-то про категорицию? Нет, слушай, это реально тема нормальная. Нет, но для меня, ну, честно, я как бы считаю себя, ну, немножко это, как сказать, не самый консервативный парень я, конечно, но даже для меня это что-то как-то это, не очень звучит. Речь же про донорство, да? Да, 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 и это, то есть, по словам врача, это очень популярная штука, ну, то есть, я уверен, что много кто этим пользуется, ну, не много кто, конечно, совсем, но я точно знаю, что в Европе, в США, это распространенная тема. Хорошо, вот Юрий Дудь, очень таких свободных взглядов, допускающий, принимающий, для тебя каково это? Нет, звучит жутковато. Жестко звучит, но видишь, Вася так, видимо, не считает, решил поугарать. ему не занимать, конечно, в этом плане. Что будете делать дальше? Спустя годы, долгие, и то, как мы уже отпустили ситуацию, мы сделали ЭКО, и сейчас у Ренаты второй месяц. как бы не знаю, даже, то есть это настолько долго, настолько долго все это не получалось, столько раз мы уже думали, ну вот-вот, сейчас покажет тест, что когда тест показал, мы такие, блин, хер знает, может, ну вроде получилось. Потом она сдала какой-то гормон, который скакнул там вообще, который показывает уже все, беременность. Мы такие тоже до сих пор, знаешь, ну блин, не знаю, может еще. Но уже, да, уже пора как-то принимать, я все никак не могу принять тот факт, что она беременна, если честно. Мы что-то с ней созваниваемся, ну ты что, как там, что-то растет? Она такая, ну вроде что-то растет, что-то как-то жрать охоту. То есть для нас это вообще, мы, мне не верится, короче, что мне до сих пор не верится. Я не знаю, я буду, мне кажется, на руках держать и думать, не знаю. Вот. Подъедем к месту, которое я мечтаю показать и людям, и тебе. Мне кажется, это самое интересное, что есть в Америке. Мы в Анарборе, в городе с населением в районе 100 тысяч человек. половина из которых студенты. И сегодня здесь будет просто матч очередной студенческой команды по американскому футболу. Посмотри, как это выглядит. Ты уже с трудом найдешь человека за милю до стадиона, который не в символике клуба. То есть все, просто все в желтом или синем. Это цвета местной команды местного университета, Мичиган стоит университи. И это каждый матч команды здесь это просто событие масштаба ну не нового года, но и не 8 марта. Смотри, все ставят возле домов палатки, организуют пикники и готовятся к матчу. Матч начинается, причем по местному времени в 12 часов дня. Сейчас 9 утра. Уже все на пиве. Вон, смотри, с пивком стоят, типа. Короче, парковок нет, и здесь люди на свой газон паркуют за какие-то деньги. За бешеные деньги. Ничего себе, за какие-то... Ну, сравнение с ценой на билет это, честно говоря... Да, подожди, ну 50 баксов за парковочное место у него дома просто он продает. 45 минут дороги из центра Детройта, то есть это как из центра Москвы до Троицка ехать гораздо дольше, даже если без пробок. Да. И мы попадаем в место, где ну вообще никаких напоминаний о 8-й миле. Просто вот благополучный американский городок из кино. В 100% студентов, пряничные домики и атмосфера второго американского пирога. Куча студентов, движ и никакой опасности. А прикинь, вот просто я не знаю, как у тебя в Детройте вот ты ездишь и у меня ощущение, что, блин, я не смог бы здесь жить, ни при каких обстоятельствах. Да, я бы то сто пудово точно. А попадая сюда, думаешь, не, ну в целом даже, ну как бы похуже, чем в Москве, но нормально. Не, ну слушай, ничего не указывает, что нас могут здесь застрелить хотя бы, это меня уже радует. Привет, ребята. Что ты покупаешь? Я всегда хотел купить американское печенье у детей на дороге. Утесит? Да. Ты сделал это сам? Да. Вау, круто. Спасибо. Спасибо. И без изменений это для тебя. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Классное домашнее печенье. Да. Вкусно. И машины, я не знаю. Если мы за 50 баксов припарковались, они вообще на что рассчитывают? Паркинг ноу, ребят. Все. Как сказали бы на канале Витя Кравченко, ну почему у нас на американском футболе не так? Почему? Сука. Хорошо, что мы не в красном. Не-не-не. Если это немного агрессивно, это все будет. Давай спросим. Давай спросим. Да, конечно. Да. Они спрашивают тебе какие-то рудные слова, но тебе не важно. Почему? Потому что это как шутка. Просто у нас хорошая. Да, просто у нас хорошая. И это все. Ты русский? Да, я русский. Да, я русский. Пойдем. Привет, привет. Привет Юра. Да, я видишь? Привет, я видишь? Я единственный американец. Ты понимаешь, что ты говоришь русский? Да. Я знаю тебя. Я смотрела на интернет. Да. Вот это да. Вот это да. Тебя кто-то смотрит, Юра. Ты понимаешь, что ты говоришь русский? Нет, я просто стою здесь. Вы, пожалуйста, пойдемте. Ты откуда? Я из Охоя. Из Огайо? А откуда ты изначально? Я из Эстонии. Ты из Эстонии? О, прикольно. А из какого города я? Из Нарва. Это твой парень? Да. Вы можете объяснить, как и в городе, почему это возможно, что так много людей на спортивные студенты? Они не профессионалы? Потому что это, что называется, «то гейм». Это большая револиция в любом футболе. А, это не важно в какой команде. Огайо и Мирчиган. Они любят друг друга. Они любят друг друга. Это безопасно, чтобы быть там с тишками? Если ты красивый, то в порядке. Нет проблем. Если ты милый, то в порядке. И Мирчиган против Охайо, это как Риал Барселона в соцкете. Да, это точно так же. Это револиция. Сливаемся с толпой, ребята. Здесь, как вы понимаете, мы вызываем небольшие подозрения, потому что мы практически единственные, кто не в мерче. Мы берем самый важный мерч, который только можно зацепить в Детройте или рядом с Детройтом. Я замерз реально. Минус пять. Я хочу стопиться. Вы можете попросить, чтобы нам налили? Да. Побираемся. Юрий Дудь побирается в Америку. 10.50 утра. На улице минус сколько? Пять? По-моему, привет Ангина сейчас. Это огромная революция. Это огромная революция. Это огромная революция. 110.000 людей. 15 миллионов людей, которые смотрят на ТВ сегодня. А ты не пошел в Мичиган Стадио? Нет, я не пошел, но я делаю много работы здесь. Мой босс – это Том Брэдди. Твой босс – это Том Брэдди? Да. Ты видел Том Брэдди? Да. Ты шагаешь его голову? Да. Можно я шагать твою голову? Я в одном шаге с Том Брэдди? Да, правильно. Он классный парень? Он простой парень? Да. Он классный парень. Я из Иен-Арбор, я из здесь, брат. Редак, давай! Да ну нахер! Что на мать! Я как бы-то на Маракане какой-то. Столько людей бывает, Слушай, Я ни разу не был на таком матче вообще. Самое… А какой у тебя максимум? У меня максимум Типа 80 тысяч службиков. Служено не самое. Первый тачдаун в нашей жизни. Борис, заползли! Мы точно в этом магазине купим. Юра, это для тебя магазин. О, блин, слушай. Витя, я уже не могу, честно говоря. Я так скучаю, что просто жесть. Я отвык поездить на неделю. Блин, а я три недели здесь. Курица, ребята, в кляре. И жареная картошка, как бы сказали в России. И бесплатный соус, который я так обожаю. Топовая совершенно вещь. Это подпопник. Видел, что у нас соседи по трибуне сидят с ним. Это очень круто. И это, конечно, бережет здоровье. Будь здоров. Про штату. Витя снова вырулил на сравнение с Россией. И впервые за нашу поездку произнес ну, похоже на Россию вокруг стадиона. Да, здесь это выглядит намного беднее, чем на НХЛ. Не так много фудпортов, не так много движа. Я помню... Самый стрёмный такой случай, когда... Однажды мне родители дали деньги на репетитора по математике. 600 рублей, я помню. Я должен был отдать то ли за два занятия, что-то такое. И я просто всадил их в автоматы. Родители узнали, что ты это сделал? Ты радовался? Сейчас узнали. Но я очень рад, что в России запретили... Вот это одно из немногого, что нужно было реально запретить в России. Это вот игровые автоматы. В отличие от букмейкеров, игровые автоматы и казино, ну, это прям... В маленьких провинциальных городах это прям... Прям жесть. Это типа как быстро деньги. Вот эти быстрозаймы. Микрокредиты. Микрокредиты, быстрозаймы, вот эти все. Это из той же плоскости. Чем это отличается от букмейкеров, которых ты рекламируешь? Я не с претензией спросил, а с... Так, что многие не понимают. Да, 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 без проблем. Нет, я это... Слушай, это одна из моих задач это объяснять. Как бы вообще... Я объяснил это сам себе. Я очень требователен в плане рекламы. Я никогда, ну, слава богу, пока еще ни херню не рекламировал. Слушай, во-первых, ставки на спорт сделали спорт профессиональным, таким, как он сейчас есть. Но главное... Главное отличие букмейкеров от казино, это в том, что ты можешь... Реально ты можешь быть на дистанции в плюсе. То есть ты не... Если ты будешь всегда ставить, это не значит, что ты точно проиграешь. А в казино, если ты... Если ты 100% человек, которые туда зайдут, если они проведут там неделю, они все эти, ну... Или они будут делать это годами, они будут точно в минусе. То есть твой аргумент, что в ставках выиграть можно, а в казино нет? Ну, это главное, да. То есть казино, это в целом... Смотри, автомат, в который ты засовываешь 100 долларов, он запрограммирован так, чтобы отдать тебе 30 с них. Или там 55, да, смотря какой процент выигрыша будет. А программа, в которой ты ставишь там, или ты... Ты ставишь на матчи футбольные, или баскетбольные, или хоккейные, то есть тебе может просто повезти. Ты можешь хоть 100 подряд угадать. Главное, во-первых, это всегда ставить столько, сколько ты можешь позволить себе потратить. Можно ставить только такую сумму, в которой ты готов распрощаться с ней. Вот сейчас у тебя жизнь от этого не изменится. Нельзя воспринимать ставки как способ заработка. Это не способ заработка, это не работа, как многие считают. Вообще, я сам лично встречал людей, которые считали, что они могут заработать на ставках, прям сделать это в своей профессии. Это не так. Это просто развлечение, просто фан. И не больше. Ха-ха-ха! 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 Что для тебя значит вот это все? Все, что мы видим, где мы находимся? Ну, клевое моё впечатление. То, чего у меня либо совсем не было, как американского футбола, либо было в другом формате, как баскетбол и хоккей. А для меня это как глоток воздуха, как глоток жизни просто, глоток воды. Каждый раз, выезжая из России, настолько четко чувствуешь жизнь, какую-нибудь настоящую, не знаю, как объяснить. Хочется, чтобы меня поняли. В России настолько какое-то перманентное ощущение небезопасности, а это оказывается настолько базовое чувство, что я раньше не испытывал долгое время чувство небезопасности, понимаешь? Смотри, типа не в безопасности находишься. Я этого на такой длинной дистанции никогда в жизни не испытывал. Из-за этого каждый раз, когда я выезжаю из России, я как будто вот так... Знаешь, вот я так расслабляюсь, я прям, ну как бы... Дышится по-другому. Это... Возможно, это жестко прозвучит, но я думаю, что очень много людей в России сейчас чувствуют себя... Тяжело. Им тяжело. Вот, я думаю, они меня могут понять. Тебе, наверное, это сложнее понять, да? Ну, почему? Я могу себя поставить в основном. И я тебе открою маленький секрет. Есть люди, в том числе, которые делали и делают контент все тут, которые чувствовали себя небезопасно в России еще до начала войны. Да, да, да. Поэтому я тебя понимаю. А, да. И видишь, а для меня до начала войны я вообще ничего не ощущал. То есть мы же не занимались никакой политикой, ничем таким... Ну, просто мы спортивный контент делали. Я к этому особо не готов показался. Ну, как бы, я пытаюсь до сих пор, знаешь, стабилизироваться как-то. Потому что хочется продолжить жизнь. Хочется продолжить жить. Пока... такое. И опять же, сейчас будут говорить, ну, что тебе не нравится в России, что тебе плохо, уезжай. Ну, с хера я должен уезжать. Почему? Я почему должен уезжать? С одной стороны, я хочу сказать, как есть, как чувствую. Но, с другой стороны, боюсь, что меня не поймут вообще. Потому что такая специфическая история. Потому что всем, кому было плохо из России, очень много людей уехали. Но хочется понимать, что очень многим людям сейчас в России очень тяжело. Ну, это потому что многие уехать не захотели или не смогли. Или не смогли, да. И больше, чем последствий каких-то после вот этого выпуска, например, я боюсь быть непонятым просто. Хочется... Тебя вообще хотел об этом попросить. Мне помочь. Я не знаю, как это выразить. Прикинь, ты в родной стране, в родном городе, даже находясь, чувствуешь себя не в безопасности. Это такая странная херня. Я по этим улицам всю жизнь, например, ходил. Все детство. И здесь все было супер, все было родное. А что тебе угрожает? Что небезопасно? Нет, просто, понимаешь, налет вообще в целом. Это как бы такой... Это как бы фон, понимаешь? Это фон всего происходящего. Он так давит, когда ты находишься внутри. Да, но мы с тобой снимаем в Детройте, где тоже небезопасно. Да, там другая. Там угроза исходит от других людей. Если в Детройте она исходит снизу, а в России она исходит сверху. Что для тебя страшнее? Когда снизу или сверху? Стоп. Когда сверху страшнее, потому что это менее предсказуемо. И нет никаких правил. Вообще. То есть и у пацанов снизу их мало, а сверху их еще меньше как будет. Знаешь, ну например, вот этот кейс Саши с Кочеленковым, который спас тебя. Он же тут поразит. Это же, я не знаю. Я просто... Это... Я боюсь сказать, как это выглядит за меня. Я не могу это сказать. Витя, ну держись. Я надеюсь, мы хоть как-то тебя развлекли. Как-то тебе... Хоть чуть-чуть тебе полегчает просто из-за того, что ты чуть-чуть прикоснешься к любимому. Не ко мне. А к спорту. В спорту в стране, где спорт это ого-го. Надеюсь, у нас чуть-чуть, но получилось. Я надеюсь, что чуть-чуть получилось. И, знаешь, спасибо тебе больше за... В России люди перестали говорить. Перестали говорить с друг с другом, не то, что там публично как-то. Просто люди перестали разговаривать на темы, которые их волнуют. В том числе, потому что им страшно. Или потому что они хотят от этого закрыться настолько, что не готовы даже разговаривать. И спасибо тебе, что ты говоришь. В целом. И со мной. Для меня это самое интересное в нашей встрече, что я могу с тобой быть... Я могу хотя бы говорить то, что должен. Это очень важно. Как оказалось. Но это не моя заслуга. Не-не-не. Нет. Вообще не твоя. Но спасибо мне. Нет. Что значит не твоя заслуга? Что значит не твоя заслуга? Почему не твоя заслуга? Что ты говоришь? Ну, как будто мог бы поговорить так же. Почему все? А с кем угодно мог так поговорить? Ну, типа, не всем интересно со мной об этом разговаривать. Потому что меня тревожит. Кому есть защита меня дело. То есть, держись. И финальное. В чем сила? Есть у меня один вариант. Конечно. Недавно услышал от человека. Я не знаю, в чем сила. Точно. Вообще не знаю. Я даже, наверное, не знаю, что такое сила. Но недавно мне один мужик сказал, как можно одним словом назвать все, чего хочет человек. Он сказал его по-английски. Это слово «чувство». Вот для меня это очень близко. Я думаю, что если есть сила в чем-то, то это в чувствах. Чувствовать значит жить. И в этом сила.